здравствуйте друзья с вами другая правда и я наталья хорошевская судьбе моей сегодняшней собеседнице было много крутых поворотов и испытаний она знает что такое успех и признание ей пришлось пережить скандальный развод с мужем и политическую иммиграцию на украине называют коллаборанткой путинисткой за то что она открыто критикует режим зеленского сегодня она с детьми живет далеко от украины но каждый день думает о ней потому что ей не безразлична судьба обманутой родины гостях у другой правды актриса телеведущая и невероятно сильная женщина снежана егорова снежана вы ведь по образованию актриса закончили киевский театральный институт потом сделали карьеру как телеведущая как вас политику занесло почему вы озаботились этой темы ну я не скажу что меня занесло в политику скорее всего это связано с социальными процессами хотя в принципе считается что социальная политика это тоже часть политики скорее всего это произошло в связи с тем что я достаточно долгие годы занималась защитой прав своих малолетних детей а потом так получилось что когда я поняла что законы украинские несовершенны и они не защищают матерей с детьми потому что мы были наследниками советской законодательной системы то есть украинская советская социалистическая республика предполагалось там что дети автоматически являются основными участниками жизненных процессов и что дети это цветы жизни их защищает закон и родители в том числе то есть никогда не могли подумать советском союзе люди что им придется столкнуться с такими временами когда собственные родители будут врагами и агрессорами по отношению к собственным детям и когда я столкнулась что наша законодательная система плане защиты прав женщин и детей очень несовершенно и что для того чтобы достичь желаемого результата в данном случае речь шла о том чтобы мои дети получили разрешение на выезд за границу которая им не давал на протяжении долгих лет их биологический отец мне пришлось вникнуть в нашу юридическую систему в законодательную систему и заняться изменением законодательства то есть я поменяла законы для того чтобы получить ожидаемый результат не только для меня и моих детей но и для огромного количества женщин и детей которые на протяжении долгих лет находились в такой же патовой ситуации когда женщина растит ребенка женщина отдает ему все в себя женщина занимается его лечением учением там и всеми остальными бытовыми вопросами но при этом существует какой-то второй биологический родитель который имеет такие же равные права с этой женщиной при этом он никогда не видит этого ребенка не принимают участие не платит алиментов даже но если женщина захочет изменить свою жизнь судьбу или дать возможность ребенку выходить за границу с танцевальным коллективом или со спортивной секции то она вынуждена обращаться к человеку который по сути является чужим для этого ребенка и зачастую складывались такие ситуации когда именно эти мужчины значит ставили палки в колеса они давали разрешение на выезд не говоря уже о том что если женщина вообще хочет уехать за границу например работать или выйти замуж и забрать с собой своего ребенка с которым она живет и растит его в общем было очень много коллизий и очень большие трагедии человеческие я с этим столкнулась как человек который начал уже этим заниматься когда я продвигала эти законодательные инициативы когда я занималась информационной компанией по этому поводу я столкнулась с огромным количеством женщин по всей украине потому что я ездила там с презентации своей книги я собирала такие живые встречи с женщинами и они мне рассказывали просто ужасающие истории реальные женские трагедии человеческие трагедии трагедии детей когда например там женщины не у всех к счастью там были здоровые дети да зачастую например мужья уходили из дома если рождался больной ребенок они оставляли этих женщин практически у разбитого корыта с больным ребенком со всеми этими проблемами когда женщина уже не могла вести какой-то социально активный образ жизни вынуждена была бросать работу ну то есть это вообще какие-то ужасные вещи и конечно когда я с этим всем столкнулась и когда этот огромный объем этих проблем обрушился мне на голову как публичный человек как многодетная мать и как человек с определенной репутацией профессиональной я считаю что за долгие годы 30 лет практически я работаю в информационном пространстве у меня была прекрасная профессиональная человеческая репутация как человек который выполняет свои обязательства держит слово не распространяет негатив ни у кого ничего не украл никого не предал и в общем то будучи достаточно популярным известным человеком публичным в стране я пять лет своей жизни потратила на решение вот этих законодательных вещей мне нужно было время для того чтобы разобраться что не так чего не хватает каким образом это нужно поменять собрать команду провести огромную информационную кампанию потратить большое количество своих сил времени и денег не побоюсь этого слова на вот это вот информационный скажем так поток а потом ко мне обратились уже мне лично позвонил министр внутренних дел тогда был павел петренко и депутат ирина уценка она была депутата в парламенте которая собственно со своей стороны законодательной точки зрения они тоже эти законы продвигали то есть у них была уже законодательная база подготовлена для того чтобы эти законы принять но они три года не могли в парламенте это еще был парламент 8 созыва принять эти законы а почему как выяснилось потому что все основные алименщики и агрессоры по отношению к собственным детям сидели в верховной ради и они блокировали эти законы таким глухим бойкотом то есть вот когда мы встретились впервые с ириной она мне рассказывала что они несколько раз пытались поставить на голосование вообще на порядок данные законы и значит в этот момент когда нужно было проголосовать вообще хотя бы принять к сведению и вообще эти законы рассматривать в зале парламента оказывалось глухая пустота они даже не набирали кворум в парламенте для того чтобы просто проголосовать за то чтобы эти законы рассматривать если они уходили под разным предлогом из зала писать кушать, какать, решать какие-то свои вопросы. То есть три года вот такой был глухой бойкот. И только благодаря моим стараниям на тот момент у меня был авторский проект на канале Прямой, который потом, как оказалось, принадлежал Петру Алексеевичу Порошенко, но это было уже потом, когда я с него ушла, а я как раз стояла у основания его, этого канала. И, в общем, у меня был большой такой социально значимый проект «Территория позитива», где я там собирала каких-то талантливых людей, художников, музыкантов, артистов, делала очень много каких-то вот таких развивающих проектов. И, собственно, будучи автором этого проекта, я имела прерогативу, я могла как бы сама определять, какую информационную повестку мне продвигать. И с помощью вот этого моего проекта мы достаточно серьезную информационную компанию создали. то есть мы приглашали вот этих женщин, мы рассказывали об этих судьбах реальных. То есть у нас были юристы, мною проверенные, которые все это проверяли. То есть мы каких-то фейков там не распространяли. Мы просто реально объяснили людям, что это проблема, которая находится внутри самого общества, она зашита внутрь общества, которая как бы не принято ее обсуждать, но огромное количество судеб человеческих рушится. То есть можно себе только представить, какую трагедию испытывает, например, взрослый человек, там, мать, которая заблокирована, да, и не может своим собственным ребенком там как-то по собственной инициативе определять свою судьбу. Но какие ужасные травмы психологические испытывают дети при этом? Ну, конечно. Когда родители их делят, когда им не хватает средств, например, для того, чтобы там ходить на танцы, развиваться, я не знаю, не покупать какие-то новые кроссовки, там, чего-то не достает ребенку. Но не говоря уже о том, что такие вещи, как выехать за границу на лечение, многие дети хотели бы и могли бы учиться за границей, но им не давали разрешения родители. Не говоря уже о том, что были просто страшные истории относительно таких... Есть такая компания, компания, точнее, организация преступным, на мой взгляд, которая называется «Батько Майе Право», где там собрались вот такие, знаете, агрессивные отцы, которые, значит, им нечем заниматься, кроме того, как уничтожать жизнь своих бывших жен. И они вот этим... И детей в том числе. Ну, естественно, сначала жен, а через детей посредством шантажа, то есть они, по сути, ну, как бы уничтожали в первую очередь вот этих вот жен. И, значит, там была просто преступная организация, я не знаю, существует ли она на нас по сей день, значит, которая занималась тем, что они оказывали юридические услуги, прям какое-то количество юристов этим занималось и промышляло. Вот этим вот богатеньким папашам, которые, значит, хотели отомстить своим там женам, матерям своих детей. Они похищали детей у этих матерей. И потом, так как отцы платили, у них были финансовые возможности, они просто делали таким образом, чтобы матери, ну, скажем так, теряли опеку над этими детьми. Потому что ужас заключается законодательный в том, в Украине, что родитель, который живет с ребенком и несет за него полную ответственность, материальную, физическую, юридическую, любую, да. И родитель, который не живет с ребенком, если он является биологическим родителем этого ребенка, они имеют перед законом равные права. И если отец похищает собственного ребенка у матери, предположим, то это в Украине не является похищением человека. То есть и тут вступает, как бы, такая коллизия, что у кого больше денег и кто может нанять адвокатов, юристов, значит, доказательную базу сформировать, даже если она абсолютно липовая, тот получается и получает опеку над этим ребенком. В общем, это реально были страшные вещи. И я, как человек, который сама с этим столкнулась, я, конечно, огромный кусок своей жизни, а точнее пять лет своей жизни, я посвятила этим процессам. И раз уж я вникла в эти все процессы, то по ходу, понимаете, я вообще поняла, что вообще происходит в Украине всем. Какая дикость, какое несовершенство законов, какое падение нравов, что дети вообще в Украине не являются участниками социальных процессов, они абсолютно бесправны и перед законом, и перед собственными родителями. И если, например, у них мать или отец, неважно кто, потому что бывают и матери совершенно неадекватные, которые устраивают что-то подобное собственным детям, если вот человек просто сошел с ума, то, что он родил этого ребенка, знаете, есть очень много... Очень много родителей. Да, знаете, я это называю, что есть очень много половозрелых особей, которые способны рожать детей. Но есть очень мало родителей, которые способны их воспитывать. И, конечно, с вами согласна. А вот не могу не спросить о вашем бывшем супруге, раз мы заговорили. Я сейчас не про скандальные семейные истории, которыми там забит интернет. Мне всегда было интересно, что с этим человеком произошло. Он ведь, насколько я знаю, был русскоговорящим, закончил русский, курс киевского, театрального, кажется, работал в театре русской драмы, если я не ошибаюсь. Когда случилась эта метаморфоза, и нормальный Антон Мухарский стал антином, а потом еще Орестом Лютым. Это какой-то сдвиг сознания или банальный коммерческий ход, чтобы заработать больше денег. Я не знаю, между вами был разговор на эту тему? Ну, мне бы, конечно, меньше всего хотелось это комментировать, но коротко, раз уж речь об этом зашла, все-таки он биологический организм, который поучаствовал в рождении моих детей. Я ему, конечно, за это очень благодарна, потому что, когда мы рожали детей и были с семьей, он был, на мой взгляд, нормальным человеком. Ну, то есть, по крайней мере, он был творческим человеком, артистом и прочее. Но, знаете, все творческие люди, они немножко со странностями, вот, но я просто не думала, что до такой степени. И, в принципе, достаточно длительный период времени, то есть мы же не одного ребенка родили, а троих, как минимум. В общем, он был прекрасным отцом. Ну, он же не всегда был и Антином, он был Антоном. Ну, конечно, он был Антоном Мухарским. Действительно, как вы правильно сказали, человеком из русскоязычной семьи, киевской русскоязычной семьи. Я так предполагаю, с еврейскими корнями, хотя, в принципе, в семье это никогда особо не афишировалось. Он действительно работал в русскоязычном театре. Ну, то есть, абсолютно русскоязычный человек. Конечно, я думаю, что первым посылом и мотивацией был коммерческий ход, когда после, вернее, после 2004 года, вот после той оранжевой революции первой, когда начались такие активные процессы вот такой украинизации. И, видимо, он решил оседлать вот эту вот волну, как бы, которая вроде как была, знаете, не очень активно сформирована. И он хотел, скажем так, определенную публику, неохваченную вниманием, знаете, как политики-электорат, неохваченные вниманием, окучивают. Видимо, он хотел эту публику каким-то образом привлечь на свою сторону. Более того, мы с ним вместе, это была моя идея, сделали коллекцию одежды этнической, такой украинской. Это очень красиво была, это такая одежда из льна. На фоне, вот знаете, есть такие украинские мотивы, значит, вот эти все красивые такие рисунки, Примаченко, вот я сделала такие принты, очень была красивая коллекция, называлась «Этно можно модно». И, в принципе, мне казалось, что вот сам факт, идея, да, вот эти все старожитности украинские, да, вот что-то такое красивое, что есть в украинском костюме, ведь ни для кого не секрет, что в последние годы, там, последние лет 20, да, очень много этнических мотивов стало появляться и в высокой моде, да, там, по-моему, Лагерфель делал какую-то коллекцию красивенную с вот этими розами. И, в общем, была у нас как бы такая вот идея, ну, поднять это из небытия, но именно вот эту вот красивую украинскую спевочу, знаете, вот эту вот какую-то такую естественную, сермяжную, природную красоту, и, в общем, была прекрасная Ну, это же действительно красиво. Но, знаете, я так понимаю, что у него нашлись какие-то контакты, друзья там, в основном это из художников таких радикальных, он там с ними дружил, которые немножко в другую сторону это все начали тянуть, то есть он постепенно, постепенно начал такие радикальные вещи делать, радикальные проекты, потому что они всегда пользовались успехом, там, сначала у него был проект там, жлобология, значит, вот почему в Украине так много жлобов, и все это молодое поколение привлекалось, и потом, знаете, наши пути, скажем так, разошлись, потому что у меня был проект Ротдом-1, Ротдом-2, Ротдом-3, и пока я была беременна, работала при этом, проводила большое количество проектов, колесила по всей Украине, проводила огромное количество концертов, у меня были телевизионные проекты, там, в которых я участвовала либо как ведущая, либо вообще как продюсер и автор, а он в это время, знаете, откололся и пошел по вот этой радикальной стезе, и в принципе в какой-то момент, наверное, это было уже вот перед рождением нашего младшего сына Вани, вот ему скоро будет 12 лет, это 2012 год, я вдруг поняла, что это совершенно не тот человек, за которого выходила замуж, то есть вот это его круг общения, эти люди, он стал, да, он стал приходить домой, он стал, значит, все время с каким-то внутрь вывернутым глазом, знаете, когда у людей начинает какой-то такой людоедский блеск в глазах появляться, значит, он все время сидел в компьютере, искал какие-то, значит, подтверждения каким-то своим идеям, он начал ходить на какие-то сходки, куда-то в Киево-Могилянскую академию, потом я поняла, что это просто рассадник вот этой сирусофобии, безумия, но я тогда... Тем не менее, а где сейчас Антин Мухарский, он же на фронте защищает свои идеалы? Да, конечно, он на культурном фронте где-то в Канаде или в Америке защищает свои новые идеалы со своей новой соратницей, они занимаются сексом, они продвигают украинский секс по-украински и вообще поют песни, веселятся и радуются и самое смешное, что смог выехать за границу, значит, этот прекрасный патриот, герой, волонтер, значит, и всяческий герой Майдану, да, бездетный отец, который снял с себя обязательства перед всеми детьми своими, ну, по крайней мере, перед моими так точно, выехал он туда именно как многодетный отец, то есть, потому что у него есть пятеро детей, точно так же, как и у меня, двое детей от первого брака и трое малолетних детей моих, он смог беспрепятственно пересечь границу, поэтому вот эти все его героические пассы, понимаете, все эти призывы на баррикады, боротьба с лучшим наюю Владою, самое смешное было, когда мы уже вошли в ту стадию, когда уже не могли вместе жить, я предложила, я предложила ему расстаться, чтобы было понятно, я была инициатором, потому что я поняла в какой-то момент, что я просто не смогу больше жить с этим безумным человеком, но так как у нас трое маленьких детей, я предполагала, что, знаете, вот этот рак мозга пройдет, и в какой-то момент он проснется и поймет, боже мой, что я делаю, у меня же такие прекрасные дети, я вообще не хочу терять с ними связь, я люблю их, они любят меня, они реально очень любили, особенно наш старший сын Андрюша, он очень любил папу, ребенок несказанно перестрадал из-за того, что он творил, потому что он за ним невероятно скучал, и я пообещала, поклялась моему сыну, когда ему было шесть лет, когда это все началось, что Андрюша, я делаю все, что только может от меня зависеть, чтобы ты мог общаться с твоим отцом, и собственно вот моя линия поведения по отношению к нему, то есть то, что я, ну скажем так, старалась очень аккуратно, чтобы не задеть до конца его репутацию, чтобы все-таки моему сыну не было стыдно до такой степени, что его отец безумец, но знаете, я же не могу свои мозги ему в голову вставить, если он решил быть безумцем и ему было не стыдно совершать все эти действия по отношению к моим детям, и собственно это будет уже на его совести то, что помнят о нем мои дети, как например он приходил в наш дом, когда у меня были прямые эфиры, и я уезжала к определенному времени на работу, то есть он знал прекрасно, что у меня там прямые эфиры, я работала на радио, у меня... Ну и у вас нет дома, да. Да, и что у меня нету дома, он поджидал за углом на своей машине, значит, когда я уеду, видел, что я выехала из дома, и в этот момент он приходил в мой дом, где там находился мой 10-летний сын, Андрюша, с младшими братом и сестрой, а у нас уже тогда погибла няня моих детей, и он знал, что они находятся дома одни, он приходил и вызывал полицию, он приходил с полицией к своим собственным детям, и пытался полиции рассказать, что вот, тут мои дети, а меня не пускают в этот дом, при том, что у нас договор между родителями подписан, где он, в принципе, мог в любой момент прийти к детям, взять их, общаться с ними, даже находиться на территории дома с ними, но для этого ему необходимо было по договору договориться со мной, написать смс, договориться, там, электронное письмо, все эти уголки. Как все делают цивилизованные родители, которые находятся в доме договаривания. Которые развелись, как цивилизованные родители, которые развелись. То есть, если у человека есть своя жизнь, я же не прихожу к нему, не открываю дверь с ноги, не открываю своим ключом в его квартиру. Соответственно, если со мной живут наши общие дети, это не значит, что он может с ноги приходить в наш дом в любое время, когда ему заблагорассудится на том простом основании, что тут живут наши дети, хотя это мое имущество, моя недвижимость, и я имею право устанавливал здесь свои собственные правила. Но он это делал для того, чтобы разорвать договор между родителями и всячески пытался продемонстрировать миру с помощью полиции, вот таких вот провокаций, что вот посмотрите, какая она негодяйка, она не дает мне видеться с детьми, я же их так люблю, я же жить без них не могу, я же такой прекрасный отец, посмотрите, как же я, герой Майдана, могу быть плохим, это она плохая, она патуральница в глушении Влади, она практически Виктор Янукович, она агрессор. То есть, знаете, что мне напоминает Зеленского, если честно, вот то, что он сейчас вот делает с вот этими вот провокациями, это все не я, это все кто-то, где-то. Вот, кстати, я хотела спросить, выявить коллеги в Зеленском, и пишут даже, что вы дружили с ним. Расскажите, каким он был, ну, если это так, конечно, каким он был до того, как пришел к власти, и что с ним произошло, вот, кстати, тоже с этим человеком. Ну, я думаю, что здесь диагноз один и тот же, понимаете? Я уже говорила об этом. Я уже говорила об этом. Этот диагноз называется звезда. Звезда. Как известно, вы если погуглите, звезда – это слепо-глухонемое скопление газов блуждающих. Понимаете? И тут другого не дано. В общем-то, я всегда знала, как профессионал в этой области, что мужчины-актеры не совсем мужчины, а женщины-актрисы не совсем женщины. Ну, потому что сама по себе актерская профессия, она предповаривает гармоничное существование инь и янь, да, мужских и женских энергий. Ну, потому что, вот, например, актриса, да, которая там занимается этой профессией серьезно, она должна уметь работать с текстом, с логикой, выстраивать какие-то вещи, держаться какого-то сценария. Ну, если речь идет о профессиональной работе актерской, драматургической, драматической актрисы, вот как я училась, да, то есть, ну, это большое количество вводных в голове нужно держать, большое количество обязательств перед коллективами, режиссерами, партнерами и прочими вещами, и поэтому, конечно, очень многие актрисы, ну, если мы говорим о профессиональных, я сейчас хочу размежевать, чтобы вы просто понимали, люди, которые с улицы приходят в профессию, которых показывают по телевизору, которых одели в красивое платье накрасили и написали перед ними текст там на экране, это не всегда актеры, актрисы или кем они там называются, то есть, для того, чтобы быть профессионалом в своей области, это годы работы, это профессиональная подготовка, для этого существуют институты и прочее, просто из-за таких людей, как Зеленский и большое количество так называемых звезд, которых наплодили шоу-бизнесовые круги, у людей очень сбиты прицелы теперь, они теперь не понимают, какая разница между профессионалом и, грубо говоря, фейком, подделкой, они понимают, какая разница, например, между профессиональным хирургом, который может разрезать человека, зашить, и этот человек останется живым, он что-то там оттуда вырежет, но то, что надо, там внутри останется или то, что надо, он погрузит в человеческое тело и оно будет работать. И, например, человеком, который точно так же оденет белый халат, возьмет в руки скальпель и скажет, что, ну, я попробую. Опять же, если, например, человек всю жизнь, там, с шести или четырех лет занимается игрой на фортепиано или на скрипке, да, то даже профессиональный актер, самый гениальный, он не может, знаете, сесть, отбросить легким движением руки фалды своего фрака и вот так вот заиграть на фортепиано. Да. Он и может изобразить, но из-за твоей музыки не получится. Вот Зеленский, это, по сути, такой человек фейк, то есть, он не профессиональный актер, это человек, который пришел в профессию, скажем так, из КВН. КВН, он для того и существовал, чтобы люди, скажем так, с определенными задатками могли как бы изображать профессиональных актеров там или еще кого-то. Но для этого и существовал профессиональный театр и КВН. Для этого и существовало профессиональное кино и, например, там, какие-то шоу-бизнесовые проекты. Да, безусловно, мы знаем в последнее время, что если человек тысячу часов занимается какой-то там деятельностью, он все равно приобретает определенные навыки. В особенности в последние годы разные коучи, гуру и всякие там лидеры мнений, они рассказывают, что вы приходите к нам, принесите нам свои деньги и мы вас типа за два месяца, три месяца научим быть и этим, и тем, и всем. Но существуют профессии в человеческой среде и в человеческой истории, которым нельзя научиться за тысячу часов. Вот точно так же, как Владимир Зеленский, несмотря на то, что он годами, десятилетиями занимался шоу-бизнесом, занимался КВНом, определенным родом клоунады, пародии. То есть, грубо говоря, мы все наблюдали за тем, как он пародировал в политическом ключе наших политических лидеров. То есть, каким только президентом он не был. Он был всеми президентами Украины. Он был и Кучима, и Кравчуком, и Януковичем, и Ющенко, либо он сам, либо его товарищи. То есть, это, в принципе, была политическая пародия. На самом деле, это было политическое киллерство. То есть, это абсолютно осознанные были процессы развенчания авторитетов, обесценивания определенных личностей. Телевизионное киллерство направлено на то, чтобы людей высмеять, поставить в идиотском свете и продемонстрировать всем людям, пользуясь доступом к средствам массовой информации и пользуясь доступом к основным площадкам страны, продемонстрировать им, что вами управляют идиоты. Они такие же, как вы, глупые, они такие же, как вы, алчные, они такие же, как вы, там, не читают книг, плохо разбираются во всем. Они еще хуже, чем вы, потому что вы сидите в зале и хохочете над ними. Но на самом деле самое страшное, что если вас вот точно так же сейчас показали, ну, там, в изображении вот этих вот телевизионных киллеров, вы, возможно, выглядели при этом еще хуже. Знаете, это есть очень такой хороший психологический момент, и я теперь понимаю, что он осознанно формировался годами. То есть это была целая команда людей, которые за деньги, которые они получали, они занимались, знаете, как термиты, они постоянно подтачивали вот эту ткань, понимаете, государственности украинской, отношение к собственной власти, отношение к политикам, которые приходили в эту власть, отношение там к каким-то процессам, которые происходили в стране. Знаете, украинцев приучали становиться такими тупыми гиенами, хохочущими. я уже неоднократно смеяться. Понимаете, изредственные... Но тем не менее, мне интересно, вот вы сейчас привели меня к этой мысли, если честно, я не задумывалась об этом, а действительно оно выглядит так. Но ему же разрешали это делать. А вот сейчас, спустя годы... Он не разрешает с тобой смеяться. Смотрите, Наташа, сейчас, спустя годы, после того, как мы уже видим результаты... Знаете, есть такое понятие, как послезнание. То есть, когда уже всё случилось, ты как бы начинаешь понимать. У тебя начинает складываться вся картинка, и ты понимаешь, что это началось не сейчас, а что ты отпрыгиваешь, знаете, как это, отматываешь киноплёнку и понимаешь, что это началось гораздо раньше. Его готовили, его вели, ему оплачивали эту деятельность в расчёте на то, что когда-нибудь это выстрелит. Просто другой вопрос, когда стоит задача уничтожить страну, перехватить бразды правления, власть, когда, скажем так, есть определённая группа людей, это могут быть, ну, в основном это и бывают, да, люди, облечённые властью, которые, например, хотят своих конкурентов уничтожить. Люди, у которых есть ресурсы финансовые, которые, безусловно, могут сформировать какие-то информационные потоки и есть доступ к этим информационным потокам. Грубо говоря, это определение вот этого украинского олигарха, который в трёх своих ипостасиях держит что-то в одних своих руках, поэтому может с помощью этих инструментов действовать в своих собственных интересах. Мы знаем прекрасно, что в Украине после 91-го года сформировалась олигархическая структура власти, где было как минимум семь семей, каких-то центров решения вопросов, которые между собой выясняли отношения. и соответственно у одной из групп возникла вот такая вот идея доступ к информации, грубо говоря, к рупору, понимаете? Площадка всегда открыта, только нажми на кнопку получишь результат. Бабки и соответственно вот такой вот коллектив Владимира Зеленского 95-го квартала, которых они искусственным способом взращивали, то есть их поливали, давали им денежки, давали им возможности, давали им проектики, давали им лучшее время, прайм тайм, то есть их постоянно надевали на голову людям. В один прекрасный момент было такое ощущение в украинском информационном пространстве, что ты включишь любой канал, а там будет где-то какой-то 95-й квартал. Или Зеленский, или Кашевой, или еще какой-то, или на смеши комика, или еще там куда-то что-то куда-то воткни, что-то откуда выткни, что-то постоянно было. Складывалось ощущение, что ты доешь миску супа, а Зеленский будет на дне тарелки. То есть когда тебе постоянно что-то подсовывают, а в особенности, представьте, это, например, для взрослых людей, которые заняты делом, ходят на работу, не знаю, слушают Шопена, ходят в театр, читают книги, вообще не смотрят телевизор, потому что он их раздражает. Ну как бы может быть это не так действует. А представьте молодежь и дети, которые только включают телевизор, и там постоянно только это. То есть выросло целое поколение людей, которые уже выросли с ним. Они не могут себе представить, как это телевидение без Зеленского или без какой-то там их юмора или без каких-то шумов. Если какой-то фильм, где снимался Зеленский, так это кинотеатры забиты, потому что там Зеленский, это любимец народа. Смотрите, Наташа, ужас заключается в том, что наши русские друзья, они приложили к этому активную руку. Потому что я вам говорю, как человек, который долгие годы проработал в украинском информационном пространстве, если человека из Украины забрали в Москву и там сделали звездой, то в Украину он уже спускался, знаете, как золотой парашютист. То есть ему вообще были открыты все дороги. То есть печать московская, она всегда давала больше шансов и возможностей. И, конечно, вообще, на самом деле Зеленский из своего Кривого Рога, он, так как КВН, это вообще франшиза Александра Маслякова, то есть он ее создал когда-то, много лет тому назад, сначала у него там анука девушки были, потом он создал вот этот клуб веселых и находчивых, это был его бизнес, он собирал команды по всему Советскому Союзу, они имели возможность в основном действовать на российских площадках, это было с центрального телевидения, все это транслировалось, и, соответственно, это он взрастил вот это вот чудовище, понимаете? и это чудовище вместе со своим 95-м кварталом и жило, и работало уже в Москве, у Маслякова на контракте. Собственно, я сейчас перехожу к той части, когда вы спрашиваете, когда мы были с ним знакомы много лет тому назад, я уже неоднократно это говорила во многих эфирах, еще раз повторю, даже несмотря на все комментарии хейтеров, знаете, когда я рассказываю эту историю реальную из моей реальности жизни, потом появляются эфиры и хейтеры пишут, что, ах, ты ж сука стара, ты курва, так закрий, ты ж рот, а ты ж заздрешь нашему прекрасному президенту, та он же такий танновитый, та он же такий прекрасный, он успешный, а ты стара курва, тому тебе вси не думают, никто тебе не знает, то ты просто ему заздрешь, что он тебе не бере, там, какие-то программы, что он в своих фильмах, тебе не снимай, потому что ты никто, и звать тебе не я, ну, в общем, короче, я готова даже в очередной раз прослушать эту мантру, но я расскажу вам эту историю, короче говоря, жил себе, он прекрасно в Москве, там что-то они делали, работали, веселились, я не знаю, что произошло между ним и лично Масляковым, я не знаю, и меня, кстати, очень удивляет, что, несмотря на все, значит, разнообразные версии, которые всплывают в русском пространстве относительно Зеленского и его прошлого московского, никто никогда ничего, никаких комментариев не пытается получить у Маслякова, почему он его вышвырнул вместе с его командой из Москвы, по сути, это так и произошло, как мы с ним познакомились, я вам расскажу, я профессиональная актриса, я терпеть не могу КВН, это, наверное, страшно, все равно, что сказать, знаете, что я не верю, я не верю в то, что есть жизнь на Марсе, я терпеть не могу КВН, но потому что для профессиональных актеров вот это вот изображение игры, вот это вот, ну, как это, дополнительные какие-то усилия, вот эти кримляния, я не актриса, я не люблю вот эти кримляния, и, соответственно, я никогда его не смотрела, никогда не была поклонницей, и вообще мне это все неинтересно, но, значит, у меня проект на новом канале, который, кстати, на тот момент возглавлял Александр Ткаченко, преснопамятный, который еще до недавних пор был министром культуры в Украине, и министром информации, в общем, и человеком, который поучаствовал в уничтожении православия, в наезде на Киево-Печерскую Лавру, и во многих других своих достижениях, так вот, Александр Ткаченко тогда был генеральным продюсером канала «Новый», а я была ведущей программы «Подъем», и как раз была моя неделя, то есть мы работали неделю через неделю, неделю работали Юра с Машей Горбунов и Ефросинина, патриотичные патриоты, зараз, які, значит, приняли сторону украинских украинцев, но тогда они были нормальными просто людьми, которые работали в проекте «Подъем». А была моя неделя, я не помню, кто тогда со мной был, то ли Даманский, то ли Фозий, потому что у меня было два партнера в разные сезоны. И, значит, наш редактор по гостям спрашивает меня, а я была главной в нашем тандеме, и спрашивает, типа, «Снежа, как ты относишься к КВМу?» Я говорю, я его терпеть не могу вообще. Они говорят, «Ну, слушай, вот есть такой, если знаешь, Володя Зеленский, такой маленький, симпатичный, с таким голосом, да, я знаю, видела его пару раз. А как ты к нему относишься?» «Да никак». Такой хороший, талантливый парень. Слушай, у него там какие-то проблемы, типа, в Москве, значит, его, значит, исключили из московского КВН, и они, типа, приехали со своим 95-м кварталом в Киев и ищут способы, ну, как-то себе напомнить, там, связи какие-то наработать. Ты не против, если мы пригласим его в качестве гостя на весь эфир? Я говорю, ну, давайте, говорю, вроде симпатичный, такой оригинальный, посмотрим на него с своим голосом. И приходит он в качестве, у нас была такая фишка, значит, мы приглашали гостя на весь эфир. То есть он приходил в начале эфира, там, в полседьмого у нас начинался эфир, и до девяти часов утра, пока шёл эфир, там у нас были много новостей, там всякие, там мультики, что какие-то сериалы в перерывах были. Вот он с вами находился во все студии, он входил как соведущий такой. И вот он пришёл, боже мой, это был душка, просто душка, милашка вообще, он просто, что надо, как скажете, и вот он всё старался и как-то так подыграть, ну, как-то так и вовремя, и всё так мило, и так прямо, ну, милый, милый. Знаете, сейчас я вспоминаю, как, помните, в мультике про Карлсона, когда вот это фрикенбог было, он улетел, но обещал вернуться. Милый, милый. Вот он был такой милый. И я, и я, ну, в процессе у нас там были какие-то перерывы, когда шли мультики или сериалы какие-то, и я, значит, ну, с ним, соответственно, разговариваю, говорю, что, вот как, вы приехали, и он, значит, мне рассказывает, что да, у нас там такая неприятная история, типа мы там разругались, короче, там вопрос в деньгах, мне тогда еще надо было обратить внимание, что акцент большой на деньги, что вопрос в деньгах, что вот мы там типа очень много работы проделывали, писали сценарии, ну, типа не только для своей команды, ну, типа для всего КВНа, ну, типа мы работали на перспективу и все остальное, а потом, когда, мол, мы заговорили о том, что мы бы хотели больше получать денег, ну, потому что жизнь дорогая, мы там снимали квартиры, в общем, короче, они хотели больше получать денег, им сказали нет, и я так понимаю, пошла коса на камень, и Масляков их просто вышвырнул, то есть они, видно, уперлись все вместе, всей своей командой, а он, видимо, не был готов к такому непослушанию, потому что он, видно, считал, что он и так их вытащил из дерьма и делает тут из них звезд, и, в общем, он сказал им, о чем мне Володя поведал уже, когда закончился эфир, мы, значит, пошли на кухню нашу, там, подъемовскую, пили кофе, и он так с печальным глазом, практически со слезой, мне рассказал, что вот, мы, типа, так работали, а он нас вышвырнул, оставил без средств существованию, ты же понимаешь, Москва, это такой дорогой город, мы не могли себе позволить, а мы же одной командой все вместе, и он нам сказал, типа, валите в свой вонючий кривой рог и сдохните там с голоду, и вот они повалили в свой вонючий кривой рог, в данном случае, сейчас прошу прощения, у всех криворожан, прекрасный город, я там была, и даже играла там спектакль в свое время, это прямо речь от президента Украины в данном случае, Владимира Зеленского, вот, и они, значит, в своем вонючем кривом рогу начали, то есть он там назвал свой город, правильно же? Да, ну, он процитировал как бы Маслякова, но, в принципе, я думаю, что через какое-то время он тоже подумал, что кривой рог для него слишком вонючий, и для такой большой звезды слишком государства маловато, значит, и они реально, в прямом смысле слова, начали дохнуть там с голоду, потому что ничего другого они делать не умели, кроме как КВН, значит, выходить на какие-то концерты, гастролировать, писать сценарии и гоготать на сцене, одевать костюмы и, типа, выходить в свет софитах под аплодисменты, собравшись. Вот. Они там попытались что-то сделать, ну, типа, что-то, развить какую-то деятельность, но, видно, там это никому было не нужно, в промышленном рабочем городе, где люди работают от зарплаты до зарплаты, от звонка до звонка, и все, что они хотят, это просто прийти домой, включить телевизор и, в лучшем случае, увидеть бесплатно их по телевизору, а не приходить на их концерты, предположим, и платить им деньги. То есть, грубо говоря, они просто реально были там никто, и звать их никак, и, в общем, и тогда, мне рассказал Володя, мы собрали свои последние деньги, видно, остатки роскоши от Москвы, взяли билеты и приехали в Киев, сняли квартиру одну на всех, то есть, сколько там их было, я не знаю, но, и, значит, и он сказал, вот мы живем в этой квартире, ну, типа, как в коммуне, там, жрем из одной кастрюли, значит, все, в надежде на то, что вот нам удастся покорить этот маленький провинциальный городишко Киев, ну, по сравнению с Москвой. Я такая думаю, ну, хороший парень такой, реально, такая история, ну, действительно, они же там что-то стремились, что-то делали, ну, вот как вот так вот Масляков их взял, вышвырнул в кривой рог, подыхать с голоду? Хотелось бы спросить у Маслякова. Ну, я так пожалела их, значит, и буквально где-то через там несколько дней я встречаюсь с моей подругой. Приятно будет людям узнать, что она бывшая жена теперешнего министра обороны Алексея Резникова. Понимаете? Яйца по 17 гривен, да? Да, яйца по 17 гривен, ну, и прочие другие интересные моменты. Так вот, тогда она еще была его женой, кстати. Он был просто юристом, который, значит, промышлял какими-то разными вещами. В основном при Юлии Владимировне... Я так поняла, что мы сейчас узнаем, как Резников стал министром, да? В основном при Юлии Владимировне Тимошенко, что-то узнали. То есть он был с Сергеем Власенко друзьями, у них была совместная фирма, которую они организовали, приехав из Львова. Они все приехали из Львова. И, собственно, они там, значит, что-то в околоплодных околополитических кругах обращались и, видимо, оприходовали какие-то отжатые государственные части собственности и, видно, приводили это все в юридическое соответствие для новых хозяев. Я так понимаю, что чем-то подобным они тогда занимались. Это сейчас уже спустя годы я это понимаю. Тогда я особо этим не интересовалась. А вот подруга моя работала на телевидении, она была режиссером телевизионных проектов. Ее я трудоустроила по моей рекомендации. Она была когда-то главным режиссером нового канала. Я ее порекомендовала. А в этот момент она как раз работала на телеканале Интер и она должна была запустить кулинарное ток-шоу. Большое шоу кулинарное. Там рекламное. По-моему, Олейна давала деньги на то, чтобы, значит, сделать кулинарное шоу. И она искала ведущих. Ведущего. Ей нужен был именно мальчик, парень, для того, чтобы это шоу запустить. И она мне говорит, вот, типа, ты не знаешь, Снежа, кого бы взять, типа, ведущим в это кулинарное шоу. И я вдруг, вот знаешь, Наташа, думаю, да кто тебя за язык тянул, ёппера, балет, понимаешь? Я всегда страдала тем, что мне всё время хотелось кому-то помочь, понимаете? Есть очень много людей, в жизни которых я поучаствовала, ну, мягко скажем, не словом, а делом. То есть я просто их трудоустроила, именно потому, что моя рекомендация для людей имела значение, что я не посоветую кого-то, кто совсем не будет соответствовать занимаемым каким-то должностям. И кто меня дёрнул за язык? Я говорю, боже, Алла, смотри, классный парень. Вот буквально он у меня недавно был на эфире, чудный, милашка вообще, наангливый, будет делать, что скажешь вообще. Она говорит, да я не знаю, типа, вот этот с голосом, с голосом, я говорю, ну да, говорю, слушай, ну а чего? Они, говорю, там бедные, живут в одной квартире, голодают, чуваку нужны просто деньги. Там, говорю, за ним целый коллектив. Всегда хочется помочь, это правда, кто же знал. Реально. Она говорит, ну ладно, типа, пригласи его, ну позвони его, позови на кастинг. Я говорю, Алла, возьми его. Ну реально, он же там не один, у него там целый коллектив. Говорю, может быть, они там ещё пригодятся тебе какие-то сценарии писать там или ещё что-то. Ну может, он ещё сам с собой ещё что-то приведёт, какое-то, что-то полезное, понимаете? И я ему звоню, говорю, Володя, смотри, я тебе нашла работу. Шоу, шоу, я говорю, там, говорю, шоу, говорю, телеканал Интер, это вообще на тот момент была там, типа, первая, вторая кнопка Украины, то есть это мега рейтинговая, то есть тогда ещё не было большого количества каналов, которые сейчас существуют. Тогда был только один плюс один Интер и вот новый канал, собственно, я работала уже и на одном, и на втором, понимаешь, и на третьем. А вообще первый телевизионный канал коммерческий, который существовал, это Сетиви, Зеркотелыбачения Украины, собственно, с которого начиналась моя карьера. Это ещё до плюсов Интера, нового и всех остальных. И, собственно, я говорю, вот я тебе такую работу нашла, там нужен ведущий для кулинарного шоу, и вдруг эта жаба, понимаете, мне говорит, ну, я не знаю, мы же решили, что мы будем работать только всей командой, потому что мы же договорились, что мы, типа, будем тут, ну, страну завоёвывать. Я говорю, Вова, говорю, ты, говорю, двинулся мозгами, говорю, вы голодные, там сидите, жрёте из одной кастрюли, говорю, в одной квартире, а ты перебираешь, тебе предлагают большое шоу на центральном канале с хорошей зарплатой, с учётом того, что есть спонсор. Говорю, а ты ещё придумываешь вообще что-то. Говорю, ну, там нужен один ведущий, а не группа товарищей, говорю. Не, ну, ты понимаешь, видите, он-то думал про товарищей, то есть не только о себе. Да, он думал, он думал, да, они как бы, а, то, что меня тогда поразило, знаете, что он сказал, что вот мы приехали, и мы решили, что мы будем работать только вместе одной командой, и только будем идти, значит, все вместе взявшись за руки, для того, чтобы добиться результата, а когда мы добьёмся, то мы разделим всё пополам, поровну. Вот это, собственно, как изменился. Это под воздействием внешних обстоятельств? Или он всё-таки... Нет, Наташа, он не изменился. Он на самом деле, когда он стал президентом, он реально стал им каждому давать по каждой твари по паре. То есть он каждому дал, кто с ним шёл все эти годы, какие-то возможности. В этом смысле нужно отдать ему должное. Он как был главой мафии, так он, собственно, свою мафию привёл, и со своей мафией он пытается... Да, Украину столько жалко. Да, они приходят в Украину. И, короче говоря, я ему говорю, что, Володь, говорю, иди, по крайней мере, там хорошее... Это я не помню, там что-то 400 или 500 долларов была его зарплата. Ну, на тот момент... Это были хорошие деньги. Сейчас я тебе хочу сказать. Это был где-то 2002 или 2003 год. Это очень хорошие деньги были, да. 2003, скорее всего. То есть это были колоссальные бабки. Я говорю, смотри, по крайней мере, ты сможешь работать, там оплачивать эту вашу квартиру, а там дальше уже будете что-то себе искать, ну, какие-то варианты. Но это есть возможность закрепиться здесь, в Киеве, и там, по крайней мере, не голодать. Мало того, Наташа, я взяла его за руку, повела в свой звездный салон, где я обслуживалась, как звезда. А его там, типа, привели в порядок, подстригли, короче, начухали, намыли, привели чувства, понимаете, вот этого пошарпанного московского какого-то трубадура, понимаете, который приехал в Украину покорять. И я отвела его туда. И он стал ведущим этого кулинарного шоу. И, собственно, с этого началась... Я, по сути, открыла ему, знаете, перевела стрелку его поезда. Я открыла ему дорогу в шоу-бизнес, причем, поверьте мне, чтобы просто так с разбегу попасть на центральный канал. Да, ну, конечно. Но это можно было только по рекомендации. И только по такой вот, как тогда, на тот момент, я просто сказала своей подруге, просто возьми его. И мое слово имело значение для людей. Оно и сейчас имеет значение. Именно поэтому меня постоянно глушат, забивают всеми грязными тряпками, блокируют мой канал в Ютубе на территории Украины. Потому что... Украинцев, да, да. Потому что на самом деле особенно в профессиональной среде, имеется в виду шоу-бизнесовые, там, театральные тусовки, они знают прекрасно, что я... У меня никогда слово не расходится с делом. Если я чего-то хочу добиться или что-то пообещала, или о чем-то говорю, это никогда не будет, знаете, так фри... уж так называемый. И, собственно, вот я его так трудоустроила, а там уже он притащил своих, значит, этих прекрасных братьев-шифиров, которые, значит, его подельники по жизни. Дальше у меня там еще один друг работал на продакшн-компании Мелорама, он ее возглавлял, значит, которому я тоже рассказала, какой прекрасный Вова, значит, и он, этот мой друг, он и сейчас телевизионный продюсер в Украине, делает разные проекты, он, значит, дал им возможность тогда на основе продакшн-компании Мелорама выбил деньги финансирования от Интера, делать тогда их 95-й квартал, вот эти вот вечерние кварталы. То есть, по сути, это было в два клика через одно мое рукопожатие. Да. Поэтому, когда этот человек сейчас громит мою страну, уничтожает огромное количество живых людей, мужчин, женщин, детей, стариков, уничтожает вообще полностью социальный сектор. Вот то, чего я ему никогда не прощу, как человек, который занимался социальной политикой, что он на позицию руководителя социальными процессами в стране поставил эту тварь Третьякову. вот эту фиолетовую голову, которая уничтожает вообще все, что было сделано до нее в социальном секторе. Все наработки вообще многолетние, даже многовековые, потому что, вы понимаете, свободы человеческие, права человеческие, они вписаны в историю человечества кровью. То есть, для того, чтобы женщины и дети были защищены, для того, чтобы принимались такие законы, для того, чтобы инвалиды получали поддержку от государства, для того, чтобы были школы бесплатные, детские сады существовали, медицина была доступной. Люди веками боролись за это. Во Франции, в Италии, в Германии, в Советском Союзе, вообще по всему миру это нарабатывался, этот опыт, когда, в принципе, должно сформироваться государство, которое, да, берет налоги в людей, но за эти налоги обеспечивает им безопасность, создает армию, создает медицину, образование предоставляет, создает определенную среду, в которой люди могут существовать полноценно, и, соответственно, вот те слои населения, которые не могут самостоятельно себя обеспечить, потому что это старики, женщины, дети, инвалиды. Именно фашистская Германия занималась тем, что вот эти вот якобы малоимущие и не умеющие за себя постоять в слое населения, они их засовывали в газовые печи, в газовые камеры, а потом сжигали в печах, потому что они были ненужные в капиталистическом обществе, просто какой-то мусор биологический, который ходит и поедает ресурсы, дышит, выдыхает наш воздух, выпивает нашу воду. Вот, это фашизм. А советские люди, которые, в принципе, победили эту скверну, понимаете, которые уничтожили, загнали этот фашизм за Можай, вообще освободили концлагеря и создали, может быть, несовершенное, но все-таки единственное пока что в истории человечества справедливое общество гуманных людей, которые помогали матерям-одиночкам, которые содержали за счет вот этих налогов этих стариков, у которых нету родителей, этих детей-инвалидов, которые не выбрасывали своих соплеменников, понимаете, волкам или тиграм на поедание, которые не приветствуют гладиаторские бои, когда сильный отбирает у слабого. И вот именно за то, что он, вот эту тварь, которая просто тупая фашистка, которая сообщила, что бедные люди рожают некачественных детей, стука она такая, сама она некачественный ребенок чей-то, видимо, взросший без любви, без книжки какой-то более-менее адекватной человеческой, как можно было этой твари отдать на откуп социальную политику Украины, которая, в принципе, я, вот как человек, который с этим всем столкнулся, который кусок жизни своей уложил туда асфальтоукладчиком в эти социальные процессы, чтобы улучшить законодательную базу, чтобы дать инструменты, чтобы иметь возможность защищать себя с помощью закона, а не беззакония, когда ты берешь автомат, или берешь там ружье, или наточишь ножи, и идешь, убиваешь своего обидчика, агрессора, как люди, доведенные до состояния аффекта. Это, опять же, возвращаясь к этим историям женщин и детей, которые, в принципе, жили в этом аду домашнего насилия и вот этих постоянных нерешенных бытовых проблем. Вот то, что сделал Зеленский. Два главных фактора, после которых я считаю, что это преступник, убийца и провокатор войны. Черт просто тупой. То, что он продал украинскую землю, то есть под его людей руководства, тоже подал и предал. Конечно, он конкретно участвовал в этом, он завел парламент украинский вот этих всех ублюдков тупорылых, безмозглых абсолютно существ, которые вообще ни о чем не в состоянии думать, их можно купить за три копейки вообще, и они продадут и мать родную, если им в конверте всунут в зубы там какой-то кусок бабла, понимаете, который ничего не стоит по сравнению с тем, что они продают. Вот тогда, когда ночью там 31 марта, как сейчас помню, когда они ночью сидели в парламенте в этих масках как преступники и принимали этот закон по земле, несмотря на то, что еще тогда были оппозиционные партии, они пытались добиться вообще понимания этих тварей зеленых, вообще этой тли вообще недоделанной, пытались остановить это любыми способами там формальными, какие-то правки вносили, то есть они пытались с ними договориться, чтобы они этого не делали, потому что земля украинская по конституции является невосполняемым ресурсом, который принадлежит народу Украины, и вот эта тупая тварь, понимаете, которая могла бы сдохнуть в голоду в своем вонючем кривом рогу, если бы не вы, вот, конечно, я чувствую себя виноватой за то, что я оказалась тогда в том месте и в то время и протянула ему руку помощи, но за это, смотрите, за мою помощь, которую я оказала этой твари, эта тварь наложила на меня санкции, эта тварь спровоцировала... Это было спасибо, это была благодарность, конечно, то есть эта тварь, значит, спровоцировала, что в консульстве турецком, вернее, в украинском консульстве на территории Турции моим детям малолетним, то есть не мне даже, моим детям малолетним не продлили срок действия заграничных паспортов. Хотя по-какому не имеют права, это дети. Конечно, они не имеют права, вообще консульство, они являются законодательным органом, это я уже вам говорю, как старый юрист, понимаете, я не зря столько времени в своей жизни потратила на юридические вопросы. Конечно, они не законодательные органы, они предоставляют услуги, вообще они не могли такое решение принимать самостоятельно, и, понятное дело, продержав меня три часа в консульстве, они наверняка с кем-то консультировались, и, видно, кто-то им сказал, что, типа, так, делайте, как считаете нужным. Они просто швырнули мне документы моих детей в лицо и сказали, и сказали, что заберите, потому что вы поддерживаете страну агрессора, причем это нигде не доказано, и суд по этому поводу не состоялся, понимаете, просто на основании моего поста в фейсбуке они сделали такой вывод, то есть они уже все, и юристы, понимаете, и судьи, и все, все, что ты хочешь. Если бы у них в руках был пистолет, они, может быть, решили еще и выстрелить в меня, и подумали, что ничего за это не будет. Так вот, вы поддерживаете страну агрессора, а мы, хоть и в Турции находимся, но мы все-таки страна Украина, и мы не будем предоставлять консульские услуги предателям нашей страны. И вообще заберите документы и скажите спасибо, они мне говорят, что мы вам их возвращаем, потому что могли бы и не вернуть. То есть они охренели, да допустим эти жлобы тупые. Можно не пожаловаться, что это же дети. Кому пожаловаться? Тупым жлобам, которые вообще не понимают, что они делают, почему они там сидят и какие у них есть права, а каких правов у них нету. Я просто посмотрела на них, как на умалишенных, понимаете. Себе забрала документы, пришла сюда к юристам и сказала, что у меня преследование властью, а как иначе. И вынуждена была попросить политического убежища для того, чтобы мы могли официально здесь находиться. Потому что, если бы я не попросила политического убежища, то, в принципе, мне бы пришлось, наверное, вернуться в Украину. Для того, чтобы там с моими детьми столкнуться с вот этими всеми сумасшедшими, ненормальными, неадекватными людьми, у которых пораздавали оружие, половина из них полностью психически нездоровые, которых свели с ума либо до событий, либо во время этих событий, которые жили где-то в каких-то подвалах, кто-то их насиловал, бил, а теперь они получили оружие в руки и теперь могут совершенно спокойно ходить, стрелять в моих детей или в меня, решать какие-то вопросы. Разве этого не было в Украине на протяжении всего этого времени? Я не хотела на своей шкуре это все испытать. Но после этого Совет Национальной Безопасности тоже наложил на меня официальные санкции указом президента, который эта зеленая тварь лично подписала. То есть я вошла в список тех людей, чьи банковские счета заблокированы. Причем даже счета алиментного характера. То есть те, которые имеют отношение к моим малолетним детям. В стране, в которой воюет президент. То есть здесь не убили, умрите там из голода, ну другими словами. Ну конечно. Проблема же в том, что мне они ничего не могут сделать. У меня действующий паспорт, у меня никаких ограничений нету. Я совершенно спокойно могла здесь находиться на законных основаниях. Они именно воюют с тремя моими малолетними детьми. Точно так же, как их тварь, биологический отец воевал с ними, приводил полицию, пугал моих детей, рассказывал, что я не даю ему с ними видеться, хотя в принципе он и не хотел с ними видеться, если бы хотел, он бы по-прежнему прекрасно с ними виделся, и были бы чудесные отношения. И точно такая же тварь сейчас сидит на вершине горы, такой же тупой, недоношенный полуактер, бездарный, который решил, что он, забравшись на эту вершину горы, будет распоряжаться судьбами людей, по крайней мере, судьбами моих трех малолетних детей, он сейчас распоряжается. Поэтому, как я могу, например, к нему относиться? Как я могу к нему относиться не только по отношению к моим детям, а по отношению к чужим детям? Потому что вот эти 300 тысяч, по некоторым данным, убитых молодых людей на фронте, они тоже чьи-то дети. Отцы, мужья, братья, сотрудники, соратники, друзья. И, в принципе, если бы эта тварь тупая не спровоцировала конфликт с Россией, если бы эта тупая тварь не думала о себе, своей выгоде, о том, как 95-й квартал накормить. Но он же занимался, как только он стал президентом, он начал заниматься просто распилом бюджета. То есть они начали сворачивать все социальные программы, они начали разворачивать все эти большие стройки и всякую разную другую хрень, которая давала им возможность просто безбожно пилить бабло вообще, выводить в офшоры. То есть все уже об этом, судя по всему, забыли, что он начал грабить вместе со своим 95-м кварталом, который он привел наконец-то, чтобы делить эту страну, просто как в последний раз в жизни. Я понимаю, все власти 30 лет так или иначе, что-то к рукам у них приставало. Никто на президентскую зарплату не жил, понимаете? Но так и грабили эти твари, вообще, я думаю, что никто даже в самом состоянии не вернулся. По этому вопросу многие спрашивают в комментариях и так дальше, что вы же это видели, украинцы, почему вы молчали, почему вы там выбрали, не выгнали, вот так, чтобы это не я комментировала сейчас. Здесь как вы бы прокомментировали этот момент, что вот оставили, терпели, жрали, так сказать. Ну, знаете, я очень много уже в своих эфирах говорила и обращалась в данном случае к нашим русским друзьям. Это мир должен знать не только русские друзья. Смотрите, не дай бог, вот не дай бог вам оказаться на нашем месте, если у вас к власти в стране придет такая тварь, закроет конституционный суд по беспределу, начнет просто сажать всех, кто откроет против этого рот, а кого не сажать, просто убивать. И не просто там, как Навального посадили и все следят внимательно, как он сидит вообще, вот до того, что чуть ли не меню его, понимаете, как это просматривают на каждый день. А именно, когда человек есть, а потом он исчезает в неизвестном направлении, и никто не может его найти, и таких людей десятки и сотни тысяч. И когда еще эта тварь будет иметь полный доступ к средствам массовой информации, закроет все каналы, которые могли хотя бы хоть как-то формировать какую-то альтернативную повестку. из суда и следствия обвинения просто. Да, из утра до ночи будут лить вам в голову вообще то, что посчитают нужным. Свести с ума народ при определенных, скажем так, ресурсах, при определенных усилиях достаточно просто. Просто очень сложно людям это объяснить, потому что они никогда не жили в этом аду, в котором жили мы, в особенности после 2014 года, потому что я человек, который не молчал. Вот я огромный кусок пять лет своей жизни потратила на то, чтобы менять законодательство. Знаем истории, да, многих, чем это закончилось, и многие замолчали, зная эти истории, и решили, что лучше молчать. Ну вот смотрите, Наташа, даже находясь здесь в Турции, хотя я уехала сюда за полгода до событий, я пыталась с людьми с помощью моего ютуб-канала говорить, потому что я понимала, что рано или поздно что-то подобное произойдет. То есть оно просто было очевидным просто любому человеку, который хотя бы чуть-чуть... что рано или поздно эта агрессивная политика приведет к ужасным результатам. Но смотрите, я ходила на каналы там, на Наш, 112, ЗИГ, Ньюс Ван, понятное дело, альтернативные, оппозиционные каналы, где можно было все это говорить, где сидели люди профессиональные, юристы, экономисты, политики, которые объясняли, что вот эта вот политика, она приведет только лишь к эскалации конфликта. То есть они... Знаете, что меня больше всего поражало? Вот сидели люди, которые долго занимаются какой-то своей деятельностью, политикой, юриспруденцией или какими-то социальными процессами, и вот они сидели, ну как же, как? Зачем же вы принимаете эти законы? Это же будет только хуже. Ведь надо же сделать вот так и так, чтобы было лучше. И все, они кажут, как-как-как-как? А я сижу на это все смотрю. Я же все-таки профессиональная актриса, и я все-таки рассматриваю эту жизнь как драматургию большую. Более того, я в очень многих спектаклях играла, я знаю великие драматургические произведения, там Чехова, Шекспира, Толстого. Понимаете, мы это все разбирали, мы в этом всем жили, мы в это вживались, играли эти роли. Я играла чеховских героинь, там, не знаю, шекспировских и прочих. Я просто понимаю, что это ложь, порог, преступление и наказание. Вот все то, что происходило в Украине, это все можно, знаете, названиями великих шедевров мировой классики просто охарактеризовать. Я сижу и говорю, говорю, люди, вы не понимаете, они делают так, чтобы было хуже. У них задача не стоит сделать, чтобы было лучше. Они как раз делают так, чтобы было хуже, чтобы люди были недовольны, чтобы люди были глупы, чтобы люди болели, чтобы люди умирали, чтобы люди остались без денег, чтобы людей вышвырнули на обочину, чтобы люди были недовольны своей жизнью. Они как раз создают вот этот котел недовольства, ненависти, чтобы люди бросались друг на друга, потому что они понимают, что им все плохо, у них что-то чешется, болит, они не могут пойти к врачу, у них там кто-то их обидел, по голове дал, они не могут справедливости добиться, у них там типа деньги отобрали или там, не знаю, работу закрыли, они остаются без существования. Они, конечно, понятное дело, не могут пойти и со всем своим обидчиком разобраться, но по большому счету посмотреть на вершину горы и сказать «Ах, это все власть виновата!» Это самый простой способ просто свести с ума каждого по отдельности, потом собрать всех этих сумасшедших и показать «Вот там враги, давайте бегите и сносите их!» Вот это все делалось в Украине капля по капле, капля по капле на протяжении целых 30 лет. Никто это не останавливал. А после 2014 года в это как раз, в это гнилое болото тупых обезьян, орков, понимаете, реальных, не русских орков, а вот всех вот, украинских украинцев, який еб***ь, этики по-украински, никак по-другому. Они вылезли из своих схронов, понимаете, всякие вот эти фарион, нецой, это же полностью сумасшедшие люди, которые всю свою жизнь построили на том, и им платили всегда за то, чтобы они на каждом шагу рассказывали, что Московия, Москва, московитые, москалые знищили, нас обыкрали, что они стояли у нас на голове, они нас окуповали, нас насиловали, они нас знищивали, забрали у нас все. Все, что у нас было, забрали, ничего нам не дали, то мы маем все свое життя покласти на те, чтобы знищить эту Московию, это же больная женщина. Русика. Идиотка, понимаете, но эта идиотка працюет в высших узбовых закладах и год за годом приходит в аудитории и несчастным детям, которые там из своих сел позабивали свиней, сало привезли, дали взятку и учатся где-то в университете. Вот она вот это все, понимаете, задвигала людям. Потом это Киево-Могилянская академия, где, в принципе, это все тоже за гранты Сороса и прочих формировалось вот это вот сырыдовыще. То есть они таких уже психбольных, йододефицитных, понимаете, со сломанным кодом, несчастных из каких-то семей, понимаете, неблагополучных. Они их вот к себе прибирали к рукам и вот там вот им это все промывали, а потом оттуда с их университетов они через агентов влияния, которые были на телевидении, на радио, газетах, еще где-то, они их подтягивали вот этих самых, самых, что ни на есть, сумасшедших, вот таких гадкающих собак. И вот они постепенно за 30 лет взобрались на вершину горы, к власти они добрались. Они выдавливали отовсюду. В моей профессии, вот в телевидении, в театре, везде. Да. Они везде подтягивали своих и везде выдавливали других людей. Да. То есть то, что из Украины выехало за эти 30 лет, а в особенности с 2014 года, огромное количество, просто эта информация не обнародовалась никак, какое огромное количество, около двух с половиной, от двух с половиной до 4 миллионов людей выехали после 2014 года, выехали после 2014 года из Украины за пределы страны и увезли свои семьи. То есть это как раз были люди, которые были инженеры, музыканты, врачи, педагоги, там еще какие-то люди с высшим образованием, которые могли в своей стране приносить пользу, но им не давали этой возможности, потому что им говорили, что твоя страна где-то там, чемодан, вокзал России. Да, да, любимая фраза была. Поэтому, понимаете, может быть, Наташа, это и не, ну как это, достаточно сумбурный ответ на ваш вопрос, но для того, чтобы ответить на него быстро, такого не существует, потому что это нужно отматывать кинопленку и пошагово, вот так вот, понимаете, как, знаете, когда делают холодец, холодец, то варят долго-долго-долго курочку со свиными ножками, рожками и со всем остальным, потом из этого всего получается вот такой бульон, но все равно для того, чтобы мяско выбрать, понимаете, нужно вот эти все маслы, понимаете, аккуратненько косточки все повынимать, вот если вынимать все эти косточки и реально отматывать кинопленку, то станет понятно, как это происходило, и самое главное, вот на моем примере я же вам говорю, чем я мешаю? Мой скромный маленький ресурс, малюсенький мой каналчик, там у меня даже 30 тысяч нету подписчиков, потому что я не рассматривала это как бизнес, я не занималась продвижением рекламы, я ничего не продаю людям, понимаете, никакой не устраиваю какой-то активный дешевт, я просто периодически сидела с людьми, говорила в прямом эфире, которые, я их знаю по именам, я знаю, из каких они городов, они пишут свои какие-то истории, просто оказывая им психологическую поддержку, потому что я понимала, что в один прекрасный момент им придется столкнуться с тем адом, который им рассказывает, что не колонны будут такого, помните же, как президент говорил, это вторгнение в вашу нервовую систему, что никто на нас не нападает, нападает на вашу нервовую систему, помните, как Резников говорил, что нет, не будет никакого вторжения, ничего не будет, вообще все под контролем, хотя они уже знали, что он там коньяк купит, если это случится, понимаете, а оказалось сейчас, когда уже отматывается кинопленка, и Кличко рассказывал Гордону в своем интервью, что они знали даже час, время конкретное, во сколько будет вторжение, не то, что день, и при этом они вывезли свои семьи, вывезли своих родителей, детей, там еще бабки свои повыводили, а людей не предупредили, и люди вынуждены были как крысы, сломя голову, под бомбежкой ехать, стоять вообще в этих очередях на границу, знаете, вот мне... А сейчас их вообще как раззакрыли и все? Ну, вот знаете, я бы хотела, может быть, пользуясь случаем, если кому-то интересно мое мнение, знаете, вот некоторые люди считают, что, и существует такое мнение, что, вот в Украине было очень много там настроенных позитивно к русским, там, типа, которые бы хотели там какого-то диалога, и которые были лояльны, но после того, как русские бомбили и пришли убивать украинцев, то теперь украинцы, даже те, которые были лояльны, агрессивно настроены к русским и никогда, никогда не простят и прочее. Это же неправда. Смотрите, я бы хотела сакцентировать внимание, если бы русские пришли просто убивать украинцев, то вот в этот период, когда стояли эти километровые очереди от Киева, от Киева где-нибудь до ЧОПа, понимаете, можно было просто пролететься на самолете и просто разбомбить эти колонны. Ну, я бы боялась первые дни, потому что мы не понимали, как это будет, а вдруг это будет как с Югославией за месяц в США ковровыми бомбардировками накрыли и даже по попе за это не получили. Все нормально, нету страны. И все молчат. Так вот я о чем и говорю. У русских же тоже есть возможность такое сделать, не делают же. Они могли это сделать, если бы эта задача у них стояла, убивать украинцев. Но они же этого не делали. Наладить диалог, скажем так, продемонстрировать силу. Я не стану комментировать, к чему это все привело, и я тем более не знаю, к чему это все приведет в конечном итоге. Но то, что, по моему мнению, Украина и украинская власть, знаете, именно украинская власть провоцировала этот конфликт, на него шла, постоянно осуществляла осуществляла эскалацию по требованию и по заданию Запада, получая за это деньги. Грубо говоря, это история Иуды, который получил 30 серебряников и пошел, поцеловал Иисуса Христа для того, чтобы продемонстрировать, куда должны прийти агрессоры и кого нужно скрутить и кого нужно дальше распинать, как говорится, и вести на Голгофу. Мне очень печально от того, что люди, к сожалению, в Украине так до сих пор их основная масса и не осознали, что враг самый главный, который их убивает, находится внутри страны. Он сидит на Банковой, на Грушевского, в этом сумасшедшем ВИП-дурдоме под названием Верховная Рада Девятого Склыкания. Там же собрались вообще психбольные люди, совершенно все с диагнозами, которые, знаете, они как в дурдоме. Согласитесь, что народ просыпается. Если там первые дни еще начала СВО люди как бы не понимали, действительно были в каком-то трансе, шоке, то сейчас каждым днем все больше и больше претензий к Зеленскому, все больше и больше вопросов о том, что у нас происходит, за что мы воюем, за Украину свободную от украинцев? Понимаете, лучше сделать так, чтобы не попасть в концлагерь. Когда ты туда уже попал и ты там проснулся, то в принципе у тебя уже нет выбора. В концлагере люди не устраивали забастовки, они не выбирали, что им есть вообще, баланду или баланду. И они боялись поднять голову и сказать слово. Поэтому отвечая на вопрос тех, кто «А почему вы молчите? Да давайте куда-то идите! Куда идти?» Безоружным людям, если вся система уже таким образом выстроена, что вокруг ограждение, внутри огромное количество внутренних предателей, которые кто за деньги, а кто по убеждению, просто живодёры. Есть же люди, которые им нравятся с детства, например, котам рубить хвосты или привязывать к хвостам собаки. А сейчас все эти люди с оружием. Конечно. Вот в этом всё и дело. Ну и самое главное, что есть огромное количество людей просто тупо обманутых, которые им просто, ну, у них и так особо мозгов не было твоих собственных мыслей. Ну, люди страдают стокгольмским синдромом, давайте скажем так. Ну, это однозначно, я уже неоднократно об этом говорила и писала, но знаете, стокгольмский синдром, знаете, точно так же кричат же, это же всегда зеркало. То есть, с одной стороны, одни говорят, вы страдаете стокгольмским синдромом, а те, которые страдают им, они кричат, нет, это вы страдаете стокгольмским синдромом. Я же правильно не ошибаюсь, вы родились в Новой Каховке, да? Да, я родом из Новой Каховки Ну, мы знаем сейчас, как этот красивый раньше край выглядит после подрыва ГЭС У вас остались там какие-то близкие, друзья, может, общаетесь ли вы там с кем-то? Как они воспринимают всё, что случилось? Мне вот это интересно Ну, на самом деле, это вообще страшнейшая тагедия Ещё одна, которую я не прощу Зеленскому Кстати, я хочу подметить, что бывший советник главы Пентагона Буквально на днях полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Каховская дамба, скорее всего, была разрушена украинцем К приказу американского руководства Я тоже читала эту информацию, и я, в принципе, понятное дело, знаете, как Не уверен, не обгоняй, за что купила, за то и продаю Но я почему-то тоже думаю, что это именно так и произошло То есть всегда нужно смотреть, кому это выгодно Это было выгодно украинской власти в первую очередь Ну, в общем, короче, я не буду сейчас на этом именно акцентировать внимание Потому что я в любом случае считаю, что если бы этой войны не было И если бы украинская власть была компетентна, чтобы всё-таки договариваться с Россией И искать компромиссы и не доводить до этой войны Если бы президент этой страны под названием Украина, на территории которой воюют и убивают его граждан Малолетних детей, стариков и солдат, которых они насильственным образом отправляют на фронт Если бы он думал об этой своей стране, в первую очередь он бы уже искал, скажем так, пути к переговорному процессу, чтобы остановить этот акт Да кто он такой? Ему не разрешают это делать Смотрите, я не буду сейчас, ну, знаете, вдаваться в подробности Разрешают, не разрешают Кукла он, мукла или там кто он ещё Насколько он вообще правомочен Какие у него бэкграунды За какие яйца его держат вообще Какой на него есть компромат Почему его жена с его детьми живёт отдельно от него на протяжении долгих лет Вообще и на территории другого государства Находится ли она там, вообще в заложниках Почему его родителей он своих вывез в Израиль При том, что когда-то он рассказывал, значит, украинцам Что если вы чувствуете себя русскими и хотите быть с Россией То лучше в интересах собственных детей Вам сразу подумать и уехать в Россию А получается, что в интересах собственных детей Он своих детей в Лондон отправил, родителей в Израиль Так как, почему он президент Украины, я не могу понять Пусть он станет президентом Лондона Или президентом Израиля Пусть туда едет и там решает, рассказывает, закрывает Чемодан могла Лондон Ну а серьёзно Пусть станет там Я думаю, что там ему похлопают в ладоши Все ЛГБТ-сообщества Все эти ценности европейские Которые, за которые почему-то умирают Простые украинские трактористы Мужики из сёл Которые не смогли противостоять этой машине Могилиса Циодой Понимаете? То есть вообще непонятно по большому счёту Почему он президент Украины На каком основании этот человек президент Украины Потому что несчастные украинцы уже до такой степени Устали от этой подлой Брехливой и воровской власти Что они готовы были чёрту лысому отдать в руки власть Только бы не Порошенко Да, да Но при этом почему-то Порошенко нормально себя опять чувствует Всё ему хорошо вообще Живёт, припевает и худеет Отсасывает себе жир Спивает писень И тоже оружие тягает на кровь А чё не воюют его сыновья Половозрелые и, как это, призывного возраста Что-то мы не видим ни одного сына Петра Олексеевича Порошенко Севачолого Гетьмана Чтобы они очолювали какие-то бригады Где вообще его сыновья? Пусть покажут нам По поводу ГЭС я сейчас коротко вам афишу эту ситуацию Во-первых, мне снился Это очень болезненная тема для всех, да Во-первых, мне снился сон Я знала, что это произойдёт Мне снился сон, что я иду по городу своего детства По Новой Каховке Я выросла там вообще Вот это видео, когда плавают лебеди вдоль дворца культуры А я приблизительно понимаю, на каком возвышении находится дворец культуры Он прямо в первой линии от Днепра То есть это какой уровень воды поднялся То есть для меня это не просто, знаете, какие-то картинки Которые оторваны от реальности А я нахожусь в этом пространстве Я понимаю, что нужно Какое количество воды должно подняться от Днепра Для того, чтобы затопить дворец культуры И чтобы по центральной улице По проспекту Днепровского Плавали лебеди То есть это просто уму непостижимо Не говоря уже о том, что я прекрасно знаю Как выглядит Каховская ГЭС Я неоднократно в своём детстве пересекала эту дорогу по плотине Потому что, когда я училась в театральном институте Я практически каждую неделю приезжала домой Я ехала в Херсон на автобусе Вернее, на поезде А потом от Херсона в Новую Каховку автобусом Это единственный был Или от Николаева в Новую Каховку автобусом То есть я вообще понимаю, что это И мне приснился сон Что я иду Вот именно там по проспекту Днепровский Там, ближе к Днепру Есть такая красивая зона Парковая такая И там есть такие аллеи С газонами такими красивыми Прогулочные Где, в принципе, люди гуляли с детьми То есть это центр города Там есть шикарный стадион «Энергия» Где я в своё время спортом занималась Потом там есть весёлые горки так называемые То есть парк аттракционов Где с детства вообще мы там все росли И вот я иду по этой улице И вдруг за мной поднимается И начинает меня догонять вода И я иду И она, знаете, как будто бы вот так вот Меня за ноги, эта вода Причём где-то вот так вот до пояса Вот именно, это именно такое количество воды Как потом в конечном итоге было Это мне снится загодя До того, как это всё произойдёт Где-то за месяц И я говорила в эфире Со своими подписчиками Что мне снился потоп И я иду вот так вот за меня Эта вода Она начинает меня вот так вот за ноги хватать А я начинаю убегать от неё И почему-то я бегу Нахожу какой-то такой Как мостик там вот Вдоль пляжей Каховских Вот там вот, где Днепр Там же очень много источников Ну, ключей, которые бьют И наполняют Днепр водой И там, где эти ключи Там прямо сделали такие, знаете Как, ну, маленькие такие речушечки Такие обложенные камнем И там через них бывают такие Иногда небольшие мостики И я как бы добегаю до вот этого пространства Через этот мостик перебегаю И вот эта вода, которая за мной шла И хватала меня за ноги Она как бы падает в эту В это росло И я разворачиваюсь И уже я смотрю, что я нахожусь Не в Новой Каховке А в каком-то городе здесь, в Турции То есть, что она ушла, эта вода И когда это всё случилось ночью Я, во-первых, не спала всю ночь Я не могла уснуть Я думаю, да блин, что такое Я ничего не могу с собой поделать У меня какая-то такая тревожность непонятная Вы знаете, мы всё-таки связаны С местами Во-первых, там не просто мои родственники Там вся моя семья живёт В Херсонской области Но не в самой Новой Каховке А именно в Каховке Там на берегу Каховского Вот этого водохранилища И есть там небольшой Ну, вот как село Такое посёлок городского типа Называется Малая Каховка Вот там я родилась и выросла Там кладбище моих всех родственников Там бабушка с дедушкой моей похоронены Там дом, в котором я росла То есть это вообще вот эти все Каховское водохранилище Это вообще моё детство Меня дедушка туда привозил Мы туда на пикник приезжали Там была огромная сосна Которая росла ещё там С тех времён Когда ещё не было водохранилища Ведь моя семья Моя бабушка Она родила своих старших детей Ещё в Малой Каховке Которая потом оказалась На дне Каховского водохранилища То есть она присутствовала при том Как их отселяли из их сёл Давали им дома дальше Чем предполагалась будет Зона затопления И как потом Построив Каховскую ГЭС И вообще весь этот Днепровский каскад Как затопляли эту территорию Там был дом моих родителей На дне вот этого Каховского водохранилища Ну, имеется в виду моих бабушки И дедушки, моих предков А потом они стали жить В другом месте дальше И уже вот это вот море Каховское Это уже море моего детства Но они с этой стороны От Новой Каховки находятся То есть, грубо говоря Вода, которая пошла ниже туда Вот та, которая затопила Она как бы миновала Новую Каховку То есть она поднялась в первый момент Когда пошёл основной поток Затопила Новую Каховку Но потом вода отошла И хлынула туда вниз А вот все те мои родственники И все мои близкие Сёстры двоюродные Племянники Мои родные тёти Моя родная тётя Она всё это время Прожила в Новой Каховке Когда бомбили Новую Каховку Вот этот вот Завод Сокол Я знаю это рядом с моим домом Вообще А её дом буквально Через одну улицу Восьмидесятилетняя Моя тётя родная Которая ничего плохого Никому в жизни не сделала Кроме хорошего Она слушала Как летят постоянно Бомбят Рядом Через дорогу Вот этот Завод Сокол Как у неё вот так вот Летели стёкла И я говорила Боже, тётя Нила Что ты делаешь? Говорю, уезжай оттуда Говорит, куда я поеду? Это мой дом Я никому ничего плохого Не сделала И я считаю Что Бог меня сбережёт И когда были бомбёжки Самые страшные Она заходила в туалет Знаешь В этом В хрущёвских квартирах Такие маленькие туалеты Знаешь Она говорит Я сижу в туалете Я говорю Что ты там делаешь? Она говорит Я сижу в туалете Типа потому что Мне сказали Что это самое безопасное место В хрущёвском доме На пятом этаже Сидит моя Пенсионерка Тётя Родная Всю жизнь проработавшая Вообще На благо Этой страны Этого государства Родившая детей Никого не убившая Ничего не укравшая Вообще Сидит в этом туалете И молится И верит в Господа Бога Что Он её сохранил И Бог её сохранил И Новую Каховку тоже Знаешь Всё это время Когда Вот это Туда-сюда Носились Я понимала Что почему-то Именно Новая Каховка Будет проблемой Потому что В своё время Когда была Гражданская война Там же есть Наша Тачанка Это же вообще Места боевой славы Советской Армии Вот Памятник Монумент Тачанки Под которым Я выросла Мой первый муж Всё время шутил Что я дикая Значит Кобылица Степная Значит Приблизительно Такая же лошадь Как вот эти Лошади Тачанки Потому что Я неуправляемая По его мнению И типа Всегда делаю то Что я считаю нужным Такая свободолюбивая Но конечно Если я выросла Под этими лошадьми Если одно копыто Одной лошади Оно вот такого размера Когда я была Маленьким ребёнком Оно больше было Чем моя голова Я остановилась Под ними И они вот так Вот на меня Эти все лошади Неслись Понимаешь И небо Вот такое То есть Это невозможно Передать И там же был Каховский Плацдарм То есть В принципе Это как и тогда Во время Гражданской войны Это была зона В которой происходили Вот основные Военные события То есть Это и есть Ресталище Это и есть Боевое поле На котором Как бы там ни было Будет происходить Столкновение С одной стороны То есть Экзистенциальных Врагов Запада И востока Москвы И там Западных стран Неважно Как будет выглядеть Антанта Понимаете Или как они там Назывались Антанта По-моему Да Которая там Да Но это Это все равно Будет происходить В степях Украины Понимаете Поэтому я говорила Когда я Начала Заниматься Социальными Процессами Потом я столкнулась Со всеми Юридическими Коллизиями Потом я Поменяла законы В этой стране Просто я когда Начала за это Все Об этом всем Думать Наблюдать За этим И смотреть Когда я начала Ходить на эфиры Я Мне было очевидно Что это война Неизбежна Потому что Когда идут В лобовую И никто никому Не хочет уступать В принципе Это произойдет Рано или поздно Поэтому я ходила Как заведенная И просила всех Люди Остановитесь Кто может Вообще На это повлиять Депутаты Теси Пятые Десятые Бывшие президенты Остановитесь Люди Просто услышьте Меня Все то Что они говорят Здесь в этих студиях Это все Разговор слепых С глухими То есть они Просто приходили И как на ресталище Друг другу Что-то доказывали Втемяшивали И никто Никто никого Не хотел Слушать И в принципе Понимаете Наташа Когда я написала Вот этот пост За который Меня Значит Потом Распинали Я говорю Если бы они могли Сжечь меня на костре Они бы меня сожгли Если бы у них Был там автомат И они могли бы Меня расстрелять Безопасно Там особенно В первые Дни Вот этих Всех историй Когда все свели Счеты Понимаете Они бы Меня убили Запросто Вот я написала Этот пост И он Был направлен На то Чтобы Достучаться До сознания Людей Что мы Обязаны Договариваться Что эта война Будет страшной И кровавой И что я не хочу Увидеть вообще Не просто там Что я или мои дети Окажемся где-то В подвалах Или под бомбежкой Я не хочу Чтобы никто Вообще В этой стране Не оказался Ни в подвалах Ни под бомбежкой Ни чьих-то детей Привозили В гробах Закрыли Но Некая Просто тупая Понимаете Человек У которого В жизни Никогда ничего Не было Ни семьи Ни детей Она ни одного Ребенка не родила Я не знаю Была ли у нее Кошка или собака Или может быть Она какое-то растение Вырастила С собственными руками Но ребенка Ни одного Она не родила Это существо Понимаете Которое Всю жизнь Прожило В свое удовольствие Да Где-то там Шоу-бизнесе Что-то она там делала Каким-то она там была Модельером Или дизайнером И все чем она занималась Это она скакала Из одной постели В другую И вот это вот существо Мне пишет Ты шо Егорова Говорит мне Тупая Мне Матери пятерых детей Человеку Который Всю жизнь Проработал В информационном Пространстве Человеку Который Менял законы В интересах Женщин и детей Тупая Бездетная Мне говорит Как будто бы я себя На мусорке нашла Как будто бы Вообще со мной Кто-то Когда-то Позволял себе Разговаривать Так Я поняла Что там люди Сошли с ума И потом Под этим постом Скажу что Манеры какие-то И просто Уважение Я не знаю Куда она делась Прочтение Что этого не было И она мне написала У нас тут Не так Як в твоей Любе Рашти Во-первых Она полностью Русскоговорящая Я не знаю Когда она научилась Два или три слова По-украински связывать Это не Полякова Случайно Нет Это была не Полякова Это была Ольга Навродская У Поляковой же все-таки Дети есть И все-таки у нее Ну чуть-чуть больше Мне кажется Мозгов Чем у Навродской Но даже Не в этом дело И забежало Какое-то количество Деятелей Шоу-бизнеса Которые начали мне писать В твоей любви Рашти Я думаю А когда вообще Рашка была Где я говорила Что-то про Да Я вообще Когда Я никогда В отличие Например от той же Маши Фросининой У которой были Совместные проекты С Россией Она там Что-то снимала И постоянно Хотела с ними дружить В отличие от той же Оли Поляковой Которая все время Хотела с ними дружить С Киркоровым Там еще с кем-то С Басковым В отличие от той же Кати Осачи Которая все время Ездила в Москву Брала у них интервью Которые все время Лезли к ним В очи И постоянно Хотели с ними дружить Я никогда в жизни Ничего подобного Не делала Я всю жизнь Проработала На украинском телевидении И выключено Я к украинам Обна телеведуча И я прекрасно Себя чувствовала В своей стране У меня были Прекрасные проекты И не потому Что я с кем-то спала Или что-то там Кто-то меня продвигал А потому что Я профессиональный человек И меня всегда оценивали Благодаря моим Профессиональным качествам Сейчас ко всем так относятся Вот ты вроде бы Ты же не говоришь нигде Что там Я вот поддерживаю Там я вот люблю Хочу там жить Еще там что-то Вот там В других странах России Еще что-то Ты просто говоришь Сохраняйте свои жизни Думайте Откройте глаза Увидьте что происходит Нужно договариваться Мы должны как-то Выстраивать эти отношения Все ты враг У тебя даже никто не слышит Что ты говоришь Как ты говоришь Но я не говорю про все Есть другие украинцы Которые слышат Ну Наташа Во-первых Им за это платят То есть теперь я это Абсолютно очевидно понимаю Потому что Когда они в первую очередь Знаете Что бы я ни сказала Они Кто ей за це платить С кем вон у нас Кто ей по золотой в ручку Понимаете Просто тупые дебилы Они же всех меряют по себе Они не могут себе представить Что человек может Обладать своим собственным мозгом Делать свои собственные умозаключения Более того Иметь свое собственное мнение И еще иметь свои принципы Которые человек пытается отстаивать Потому что Если все превратятся В тупоголовых собак Которых превратили Вот этих украинских украинцев Которые я не знаю откуда Они из какого схрона Они вылезли Из какого века Они вылезли Что они решили Что они будут воевать И ставить на колени Государство С тысячелетней историей И с ядерными бомбами Боеголовками На вооружении Это кем нужно быть Вот у меня просто Всегда возникает вопрос Логических выкладок Кем нужно быть Каким дебилом Из какого схрона Из какого века Чтобы воевать Чтобы воевать С государством Которое автоматически Сильнее тебя В разы Не растеряла Свою государственность В общем-то Не уничтожила Окончательно Своё образование И там ещё есть люди Которые занимаются Наукой В космос Отправляют Какие-то спутники Не побоюсь этого слова И даже людей И вообще Ну как бы Более высокая Технологическая И санкции Их не убили Что бы там Не показывали Моноэфире Зеленского Все там живут Хорошо И государство Держит с собой Как хорошо Наташа По поводу Моноэфира Зеленского Я как профессионал В этой области Могу вам сказать Что более Жлобского И сельского Отсталого Убогого Телевидения За все 30 лет Независимости От здравого смысла Не существовало На территории Украины Я просто человек Который стоял У истоков Создания Украинского Независимого Телевидения И мы Стремились Соединить Да Какие-то таланты Людей Идеи И технологии Которые постепенно К нам приходили Для того Чтобы достичь Каких-то Эффектов Да Но Технологии Сами по себе То что у них Там есть возможность Прямых эфиров Звонков в студию Поле Экранов Знаете Каких-то Фишечек Чисто технического Характера Они же ничего Не значат Если Сидят в кадре Тупоголовые Просто Совершенно Тупоголовые Безмозглые Существа Я даже не знаю Как их назвать Это знаете Какие-то Ну вот Есть Даже Вот есть Манекены На которых Портные Шьют Да Ну там Какие-то Платья А это Это даже Не манекены То есть Это вот такие Есть болванки Знаете Специально Для париков Вот в театрах Где-то Просто такие Болванки Ставят Как бы По форме головы Но это просто Деревянные Такие болванки Вот это просто Такие Тупые Деревянные Болванки Но у них Есть Отверстие Для рта И почему-то Они умеют Как искусственно Говорящие Существа Что-то Там Произносить Что им Задвинули В голову Причем Они Злобные Агрессивные Они Мне кажется Они Не понимают Что Даже Не то что Не понимают Они не несут Никакой ответственности За то что Говорят Вот сейчас Все кричат Вот так вот Модно Вот так вот В тренде И они Вот ходят И тоже Тоже повторяют Ничего нового Ни кричалок Новых нет Ничего Все заучено Все по стандарту 100% А вот Несмотря на Репрессии Беззакония Другая Украина Реально стала Реальностью И она настоящая Это те Кто вынужден Был покинуть Страну Те кто Остался в ней Но никогда Не смирится С преступным Режимом Зеленского На запад Ведет свою Пропаганду С помощью своего Ставленника Зеленского Показывая Что все Украинцы Едины в своей Ненависти Желании Воевать до Последнего Украинца По вашему Мнению Как достучаться К миру Чтобы Голос Других украинцев Украинцы Украинцы Разъехались Украинцы По миру И то, что они Периодически Чудят Это ни на какую Голову Не налазит Но вот у нас Например Я просто Для примера Я в шоке Я просто Честно Я в шоке Значит Турция Мусульманская Страна Которая Исповедует Ислам В основном Здесь люди Достаточно Верующие Это Консервативная Страна И молодые И взрослые То есть Люди Которые Исповедуют Семейные Ценности Они Там Ходят В мечеть Они молятся Мужчины В основном Понятное дело Ну и женщины Там Как бы Здесь Это Достаточно Развито И конечно В течение дня Несколько Раз В день Значит В определенные Там Часы Включаются Поет Мула Ну то есть Вот молитва Включается И Для тех людей Которые Не могут Например Прийти в мечеть И помолиться То есть Это время Когда они Могут Остановиться И как бы Приобщиться К общей молитве Ну то есть Как например В православных Странах Были раньше Колокольные Звоны Да То есть Это как бы Оповещение Что человек Настало время Вспомнить о Боге Да И так как Это современный мир Современной технологии То По всем городам Значит Стоят большие Такие столбы На них Висят Громкоговорители То есть Распространяющие Значит Песнь Мулы Призыв К Богу Молитву Так вот Украинцы В Анталии Написали Петицию К властям Что Им мешает Очень громкая Молитва В течение дня И они Просят Чтобы власти Сделали тише Эти громкоговорители Потому что Они Мешают Им жить То есть Люди Приезжают В чужую Страну Вообще С другим Религиозным Подтекстом Историей И они Свои Устанавливают Правила Это вообще Кем нужно быть Чтобы просто Додуматься До такого Чтобы собраться Написать эту Петицию И мало того Еще Хватило ума Послать ее К властям Ну там Кстати Россияне Тоже были Замешаны Ну смотрите Я Я не знаю Кто там Как был Замешан Я думаю Что сумасшедших Есть Они попросили Меньше Не шесть раз В день Включать Эту Песнь Мулы Как правильно Называется Ну молитву Да Были россияне Да Ну молитву А наши Попросили Тише Селать Ну вот скажите Там Отличились И те Ну поэтому Знаете Очень сложно Браткие народы Мыслим одинаково Претензии Одинаковые Нет Но то что мы Один народ Я давно Об этом говорю И именно поэтому Это Война Именно гражданская И она страшна От того Что вне зависимости От того На какой Стороне Погибают Это все равно Чьи-то дети Мало того Мы все связаны Кровными умами Понимаете Для запада Если там Украинцы Будут ненавидеть Россияна Россияне Будут ненавидеть Украинцев Разрушить Русскую цивилизацию Ну смотрите В любом случае Рано или поздно Наверное Славянским народам Нужно будет Осознать Что Экзистенциальный Враг Находится В другом Месте Но если Например Со стороны Русских Да Там Из каких-то Информационных Источников Я по крайней мере Слышу Этот голос Да И эту идею То со стороны Украинских Украинцев Они вообще Глубоко считают Что это их Лучшие друзья Партнеры И вообще Лучшие Да Они даже не понимают Что нам не помогают А в долг дают Это все Ну смотрите Когда они это поймут Что они продали Свою землю Своих детей Своей жизни Свою страну Медицину Образование Социальные гарантии Детские сады Школы Понимаете Вот сам тот факт Что пейти в ССУ Сидять в классах И значит Разбомбленных Стреляют По доскам Школьным И они это все Снимают И выкладывают Это все В эфир А кто-то Аплодует им И скажет Молодцы наши хлопчики Давайте будем Их підтримувати Сбирати гроши Это кем Нужно быть Какими Тупоголовыми Нужно быть Чтобы поддерживать Вандалов Даже если Они Часть Ну а тоже Эта идея Сбирать Давай-то гроши Подождите Что ж Действительно Там украинцы Эти донатят Там что-то Сбирают Сбирают Эти гроши А где же Помощь А кто-то Виллы покупает Яхты покупает А простые Украинцы Все донатят Да донатят Ну Без лоха Жизнь плоха Как говорится Да Слежина Помните Как лиса Алиса И кот Базилио Пели Покуда есть На свете Дураки Обманом Жить нам Стало быть С руки Владимир Александрович Зеленский Это наш Образ Буратино Которого Обвели Вокруг пальца Который 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 Свои Пять Золотых Я так понимаю Жену Папу Маму И двоих Детей Закопал На поле Чудес И ждет Что оттуда Вырастет Дерево С золотыми То есть На самом Деле Если Логически Отмотать Кинопленку То Очень много Есть примеров Человеческого Идиотизма Понимаете Как это Ложь Предательство Преступление Наказание Коварство И любовь Вот это все Мы сейчас Проходим Просто страшно То что Мы попали Знаете Как будто бы На страницы Учебников Истории И никак не можем Вырваться С этих страниц Потому что Все настолько Повторяется Настолько Идентично Тому Что было Сто лет тому Назад Только происходило Это в другой стране Большой В нашей Общей Российской Империи Вот точно Такие же Идиоты Принимали Точно такие же Идиотские решения Когда они Сносили монархию Потом Какого-то Керенского Ставили Потом этот Керенский В женском платье Бежал через Границу Потом Оказывается Он еще До 70-х годов Еще сидел В радиоэфирах Что-то чесал Своим языком Вот точно Такие же Идиоты Сейчас Принимают Такие же Идиотские решения Которые Не направлены На общее благо Которые Направлены Только На их Собственное Выживание И на их Собственное Обогащение И они Почему-то Думают Что Принимая Те же самые Решения Идиотские Которые Были Сто лет Тому назад Они придут К какому-то Другому Результату Чем тот Который Мы уже Знаем Тот Результат Привел Тридцатилетней Войне По мнению Андрея Фурсова Которого Я слушаю Очень внимательно И всем Рекомендую Слушать Этого Замечательного Историка И Философа И человека Который В принципе Объясняет Исторические Процессы Простым Понятным Языком Так вот Первая Мировая Война И вторая Мировая Война Это по сути Тридцатилетний Период Войны Который Просто прошел Несколько Фаз Вот мы Сейчас Находимся Вот в этой Стадии Начиная Там с Четырнадцатого Года Это как Уничтожение Монархии А теперь У нас Как бы Первая Мировая А дальше Будет Еще Больше И лучше И круче Если Будет Оставаться Этот Тупой Черт С его Вот этой Всей Уродской Командой Воров Бандитов И убийц Которым Абсолютно Плевать На своих Соотечественников Они Даже Не считают Эти потери Они Даже Не считают И не считают Нужным Оглашать Украинцам В своем Гребаном Зеленом Марафоне Какое Количество Людей Они Уже Уконтрапупили Там Понимаете На этих Полях Сражений Не говоря Уже о том Что я Как мать Серьезно Говорю Этот вопрос Даже Не поднимается А кто Его будет Поднимать Эта тварь Фашистская Голова Красная Третьяковой Которая В принципе Ей плевать Абсолютно Вот все Эти дети Которые Были Вывезены На территорию Европы Из детских Домов Из зон Боевых Куда Они Исчезли Есть Очень Много Историй О том Что Люди Которые За этими Детьми Смотрели Работали В этих Детских Домах Они Их Сопровождали Только До территории Границы Потом Их Уже Оставляли На территории Украины И куда Исчезали Дети Куда Дальше Их Повезли Что С ними Сделали В этих Прекрасных Европейских Странах Где Куча Педофилов Маньяков Где В принципе Существует Черная Трансплантология Где В принципе Все Что Угодно Может быть С этими Детьми Куда Исчезли Эти Дети Какие Семьи Они Пошли Пошли Ли Они Вообще Возможно Их Продали На органы Возможно Их Отправили Еще Куда То Сексуальное Рабство Мы Вообще Не Знаем Судьбы Этих Детей И Никто Этим Не Занимается Если Уж Говорить О том Что Огромное Количество Женщин С собственными Детьми Сломя Голову Оказались В Европе И у Них Ювенальная Полиция Поотбирала Детей И Пристроила В чужие Семьи И запрещает Родным Матерям Со своими Собственными Детьми Видеться А они Бесправные И какому бы то ни было Правосудию Кричат На каждом шагу Снимают Видео Обращаются К властям Украинским Помогите Нам Наших Украинских Детей Вернуть И всем На них Плевать Каким Может быть Этот режим И эта страна Которая Воюет С женщинами И детьми Точно так же Как они С 14-го года Воевали на Донбассе С мирными Безоружными Людьми Кошмарили Их Западной Украины Приезжали туда И издевались Над мирными Людьми Убивали Стреляли По ногам Вообще Отжимали Бизнес Отжимали Квартиры Машины Дома Через эту Новую почту Перевозили Кучу всего Начиная От того Что Эти самые Шубы Шапки Там Какие-то вещи Машины Абажуры И прочее Там Какую-то Бытовую технику Мне рассказывали Что даже Кованые ворота Умудрились Через Новую почту Отправлять На западную Украину Да Я тоже Слышала Эту историю Поэтому Когда Они Говорят Что Русские Якобы Пришли Стиральные Машины Вывозить Или Унитазы Они Они По себе Судят Вот Эти Рагули Которые Со своих Гор Спустились Вообще Дикие Абсолютно Люди Которые Не охвачены Никаким Интеллектом Ни одной Книжки Не прочитали Которые Сидели В своих Схронах Вот эти Последние 40-50 Или 100 Лет И слушала Ирину Хларион Там тоже Есть Все больше Людей Западной Украины Выступают За то Что Нужно Договариваться И нужно Восстанавливать Партнерские Отношения С Россией Знаете Наташа Я вам честно Хочу сказать Как только Жареным Будет пахнуть Возле Их Собственной Жопы Они Будут Договариваться Аж Бегом Это Просто До них Еще Не дошел Кход Да Откуда Все беды В Украине После Развала СССР У У нас Были Такие Колоссальные Возможности Ресурсы И Даже До 2014 Года Еще Был шанс Когда Путин Предложил Новую Интеграционную Модель Но В итоге Был Выбран Путь Который Привел К пропасти Как будто Злой урок На страну Реально Каким Вы видите Вообще Будущее Украины И Украинцев Мое Мнение Что Должно Быть Создано Союзное Государство Украина Белоруссия И Россия Я Не знаю В каких Границах Какие Территории Примкнут Но То Что На территории Украины Независимой От здравого Смысла Не Осталось Ни Одного Из Независимых Мне Политиков Или Каких Публичных Персон Которые Могут Собрать Адекватную Команду Которая Может Управлять Этой Страной И Вообще Хоть Что-то Попытаться Сделать С остатками Ошметками Вообще Той Роскоши Которая Нам Досталось 30 лет Тому Назад Я считаю Что таких Людей В Украине Не существует Их просто Природа Не родит Здесь Понимаете А всех Кто там Был рожден Они были Вышвырнуты За пределы Страны И вряд ли Уже вернутся Вот эту Руину Поднимать Посредством Собственных Жизней И рисковать Понимаете С вот этими Бешеными Собаками Вообще Вступать В какую-то Конфронтацию Или в какие-то Договоренности Я не знаю Я считаю Что Это дело Бесперспективное Ну то есть Из всего того Что они Особенно за последние Пять лет Начудили Понимаете То есть Те долги Которые Они уже набрали Те разрушения Которые Были Осуществлены Тот грабеж Который Они сделали То что Они такое Огромное количество Людей Уничтожили Убили Убили в них Веру Вообще Уничтожили Их здравый Смысл Своим Зеленым Марафоном Этим Вообще Это абсолютно Токсичное Больное Пространство Где вообще Ну я не знаю Что хорошее Может быть Ну разве что Знаете Есть Легенды Вот этих Вот Румынских Селах Где Граф Дракула Большинство Населения Укусил И они все Были вампирами И они нормально Себе жили Спокойно Как вампиры И там Как-то Они Даже Плодились Размножались До тех пор Пока живой человек Туда не попадал И они тут же Моментально Видели живого человека И они на него Набрасывались Для того Чтобы тоже Превратить его В вампира Такая сонная Лощина Понимаете Это просто Какое-то Пространство Ада Вот где-то Там Разверзлись Эти Хляби И ад Просто Поднялся Из преисподней На землю И он Находится На территории Бывшей Нашей с вами Прекрасной Замечательной Страны И пока Этот фонтан Не будет Заткнут И пока Судя по всему Не будет Это залито Таким количеством Крови Уже все Напьются Вампирюги Понимаете Награбятся Дачи себе Настроят И прочее Что они просто Остановятся И скажут Да блин В конце концов Может пора Остановиться Хватит Ну а пока Что я смотрю Этот кровавый шал То есть Я не вижу Чтобы кто-то Остановился И подумал О том Что вообще происходит Им кажется Что это происходит С ним С ней С соседом С кем-то другим Но только Не со мной А сейчас Им уже говорят Я же тоже Слежу За информационными Потоками Им постепенно Уже эту мысль Прививают Что Все 90% Мужского Населення Обовязково Пройдуть Через Хронт Разумеете Что Воювати Будуть Все А законы О том Что женщину Возможно Призывать Уже Тоже Приняты А уже Типа Глава МВД Новый Мне понравилось У него Такой Пост Знаете Такой Гуру Гуру Понимаете Он рассказывал Что Он прошел Путь Сантьяго Он Значит Там На Лисопеде Десь там Катався И Про что Свин Там Думал Но Тепер Вин Вирішив Что Треба Буде Закрити Границы Наверное Після Того Как Закончится Війна На Три Роки Потому Что Як Відкрите То Всі Вийдуть З Украины И Тоди Не Буде Можливости Нам Зберегти Как Нация Потому Что 7 Миллионів Людей Поїхали И Вони Навряд Чи Повернуться А Навіть Якщо Повернуться То Будемо Відвертили Каже Він Що Умов Для того Щоб Країна Восстанавливалась Не було І не буде Спасіба Большое Вот Это Видно Путь Сантьяго І Духовне Искання Они По крайней мере Привели К тому Що Он Сказал Чесно Що Если Открыть Границы Все Убігут Все Которые Убіжали Уже Не Вернуться А Пути К Восстановлению Никто Не Ищет Потому Что Всем Глубоко Насрать Видно Он Наконец-то Добрался До Вершин Влада И понял С кем Он Име Дело То Что Все Что Говорят Эти Люди Мне Кажется Надо Будут Долги Отдавать За Помощь Великую А Кто Ж Будет Отдавать Если Люди Разъедутся Ну Так Мне Кажется Здесь Вот В этом Причина Еще Есть Земля А Есть Еще Очень Много Чего В земле Просто За эти Долги Они Будут Просто Ну Как бы Легализовывать Свое Право На владение Нашей землей Нашими Ресурсами А Там Поверьте Мне Столько Зарыто Денег Что Можно Ухайдушить Не только Одну Украину А еще Десять Таких Украин В расчете На то Чтобы Получить Весь Этот Золотой Запас На Будущее Столетие Для Своих Собственных Детей Потому Что Когда Я ходила На эфиры И говорила Что Если Начнется Война Нам Всем Кобздец Понимаете Кирдык Вообще Какое еще слово Можно сказать В эфире Чтоб оно Было Понятным Так Говорите Уже Запикаем Да ладно Не надо Мне пикать Я не люблю Когда пикают Я постараюсь Держаться В рамках И я Когда говорила Что Западные Твари Они знают На что Они заходят Потому Что Они хотят Наших Женщин И детей Сделать Рабами У себя Там Наших Детей Сделать Рабами Своих Девочек И мальчиков Которые Привыкли Расти В свободе И В случае Чего Менять Пол Если им Понравится А одна Тварь Там Блогерская Понимаете Который Жил За бабки Петра Порошенко Снимал Видео И говорил Вся Старая Сучка На меня Виткрыла Свого Рота И Значит Рассказывает Что Наших Детей Зроблять Рабами Так Кто Был Прав Старая Сучка Или Все-таки Та тварь Которая Вообще Сейчас Я ее Не слышу И не вижу И в принципе У этой твари Тоже Нету Детей Понимаете Когда Бездетные Твари С непонятными Сексуальными Предпочтениями Начинают Управлять Страной Принимать Законы И рассказывать Нормальным Людям Как им Нужно Своих Детей Бросить На Передовую А потом Получить Гробу В лучшем Случае Целое тело А может быть И по частям Я вам скажу Что не только Бездетные Твари Там же Твари С детьми Просто Детей Повывозили А подбор Трактористы Смотрите Наташа Если уж Говорить О тварях То в принципе Они Вне зависимости От пола Возраста Или наличия Отсутствия Детей Они просто Твари И служат Самому Дьяволу Сатане Люциферу Сыну Зари Или как Они там Как он там Называется Имен у него Очень много То есть Это просто люди Которые Не знают Бога Не верят В Бога Не верят Богу И не знают Что Их детям Которых Они вывезли И ради Которых Как им кажется Они сейчас Грабят Всех остальных И выводят Это все Выводят Через офшоры В другие страны Там и все остальное Ради которых Они все это делают Они просто Не знают Что К сожалению Уже сегодня И сейчас Они для своих детей Служат Очень страшную Службу Черную мессу Так называемую Потому что Потом к ним Это все возвращается Болезнями детей Разными диагнозами Жаль только Что людей Не вернешь Знаете Я считаю Что мы уже И так много Достаточно Наговорили Точнее я Простите Наташа Что я не дала Возможности Вам Нет Мне наоборот Очень было Интересно Услышать Ваше мнение Вот у меня Еще два Таких Вопроса Важные Для меня И для украинцев Для адекватных Украинцев Даже тех Кто не признается Потому что Они другие Украинцы Молчат Снежана Вот если бы Вы оказались Те-те-те С Зеленским Что бы вы ему сказали Я с высокой степенью Вероятности Уверена Что мы никогда С ним не пересечемся Больше В этой жизни В этой жизни И следующее Я надеюсь Тоже Потому что Скорее всего Мы окажемся В разных местах Он в аду Дай бог Но Нет Это не дай бог Это так и есть То есть Это уже Предопределено Понимаете Такое кровавое Месиво Которое он устроил Из Своих Еще вчера Соотечественников Ну то есть Это так просто Никогда Никому В этой жизни Не обходилось Понимаете К сожалению Он это сделал И для себя И для своих детей Ну то есть На самом деле Страшно Но Мне больше Нечего ему сказать Когда он стал Президентом И я же за него Голосовала Я голосовала Как и многие другие То есть Это было протестное Голосование Потому что Я думала Порошенко Уже быть Никого не может Потому что Порошенко Развязал эту войну Я тоже так Голосовала И не нужно Об этом забывать Понимаете Кто был Зачинщиком Этого конфликта И В общем-то Людей Донбасса Начали убивать По его Кажем так Велению И хотение И когда он Стал президентом Я имею ввиду Зеленский И я стала Следить Вообще За Тем Как мне Казалось Как должно Улучшаться Наше Жизненное Пространство И конечно же В первую очередь Социальной сфере Относительно Женщин Детей И прочее И я увидела Прямо противоположные Процессы Я очень долго Пользуясь тем Что У нас есть Личная какая-то История Взаимоотношений У меня есть Моя репутация Как общественного Лидера Да Там Есть какие-то Достижения В сфере Там Изменения Законодательства Я прямо делала Прямые эфиры Обращалась к нему Лично То есть Я обращалась к нему Лично Когда Заместителем Вернее Исполняющей Обязанности Министра Образования Была некая Паниманзить Зи Львову Яка Очоливала Департамент Освиты У Львови И проводила Конкурс Дитячого Малюнку На 6 дивизий СС Галычина То есть Это был 2019 Или какой там 20-й год То есть Тогда уже Было понятно Что они будут Привлекать И подтягивать Во все сферы И в первую очередь В образовании В медицину Вот этих всех тварей Фашистской Наклонности Всех этих Бандерас И я к нему Обращалась И говорила Владимир Александрович Обратите на это Внимание Это не приведет Ни к чему Хорошему Это не тот Пул Профессионалов Который Должен Послужить Восстановлению Страны Улучшению Ее Жизни Потом Когда Он Продал Украинскую Землю Мне вообще Все стало Про него Понятно Последний раз Я к нему Обратилась 24 числа Потому что 23 февраля У меня был день рождения Мне исполнилось Ровно 50 лет А 24 Началась Специальная Военная операция И спустя И спустя Достаточно Длительный Период Времени Когда я Уже Все Поняла Про Зеленского Я обратилась К нему И К Владимиру Путину Понятное дело В общественном Пространстве С просьбой С просьбой С просьбой Чтобы они Садились За стол Переговоров Что Вот эта война Ни к чему Хорошему Не приведет Что Не для русских Не для России Вот этот сам факт Ну как бы Вторжение Да Когда ты Нападаешь Это всегда будет Останется в истории Знаете Вот агрессии Да Когда на тебя Напали Пометуя Нашу историю Да Когда там Левитан говорил Что ровно В 4 часа Без объявления Войны Значит Фашистские Германские Войска Напали На Советский Союз И мы Вот все Помним Что они На нас Напали Ни за что Ни про что Это всегда будет Знаете Как бы Восстановлением Справедливости Вы же напали Мы вас не трогали А вы взяли Приперлись И в принципе Ну как бы Для русской армии Для русских Это всегда будет Причиной И то что будут Им всегда бросать Как триггер в лицо В качестве обвинения И всегда подвешивать Это чувство вины Но точно так же Я обратилась И к Зеленскому Пытаясь Как бы Достучаться До его сознания Или тех Которые там Рядом с ним Есть люди Когда на территории Твоей страны Идет военная Агрессия Нужно Заботиться И думать В первую очередь О защите Граждан Прав Мирных людей И спасать их Но когда Поставить ее На территорию Украину И понятное дело Не только с русскими Но и со всеми Кто здесь есть А мы Там русские В Украине Живем Русские Русскоязычные Украинцы По сути Южные Русские народы Которые Они всегда Существовали Русскоязычные И пересылки Он со всеми Переругался Он умудрился Даже с Батькой Лукашенко Который Его пытался По Батьки По отцовски Как-то Сопровождать Уму Разум Учить Эта тварь Умудрилась Даже с ним Переругаться Он сейчас Со всеми Переругается Он уже Ёрничал Тут Бену Уоллесу Понимаете Спасибо 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 Уже Он Пристайка Уволил Да Это же Просто Тварь Вот Вы просто Посмотрите За пять лет Какое количество Трупов Он оставил После себя Восходя К вершине Горы В безвоздушное Пространство В стратосферу Где вот эти Все рябошапки Где Гончарук Прекрасный Как красная Феррари Машина Чудесный Премьер-министр Где Вот эти все Как его там Венедиктовы Где Где Все эти люди Где В какой Караганде Они все Оказались Он идет Просто Тупо По трупам Любой Кто станет На его пути Он просто Уничтожает И поверьте Мне Это не потому Что ему Это говорят В Соединенных Штатах Или В Британии Это просто Такая тварь Просто Черт Шизофреник Человек С больными Мозгами Который Не понимает Ответственности Ему плевать Глубоко Он как дерево У него Железное сердце Либо просто Его нет Понимаете Это как Кай В этой сказке Когда Кусочки Злого зеркала Понимаете Которые тролли Разбили Попало ему В глаз И ему плевать Вообще На смерти этих людей На этих молодых людей На этих матерей Он даже Наслаждение получает Наверное Еще сексуальное Когда он Видит Эти гробы Когда он Приходит На кладбище Ни одному Нормальному Человеку Вообще Он бы спать Уже не мог Вообще Как можно Жить с этим Когда ты Понимаешь Что по твоему Приказу И по твоему Хотению Погибают Эти сотни Тысяч Людей Я видела Видео Это ужасное Когда По Крещатику Там стоят Оказывается Целые Огромные Тумбы С этими Огромными Портретами Погибших Молодых Воинов И идет Молодая Женщина С ребенком Мальчиком Пятилетним Который Говорит Дэ тато Винка Жа аоно И ребенок Бежит К этому Портрету К куску Ткани Какой-то Намалеванной И прижимается К этому Своему Папе Который Погиб Вообще К куску Ткани Вообще Как это Вообще Можно Оценить Как можно Вообще С этим Жить Спать Как можно Жрать Вообще Как можно Вообще Существовать Когда Ты Причина Смертей Такого Количества Своих Соотечественников И дело Не в Путине Понимаете Потому что Путин Думает О своей Стране Думает О своих Гражданах Думает О их Образовании Думает О том Чтобы они Были защищены Чтобы его Армия Была Сильной Чтобы У них В магазинах Были продукты Чтобы Обойти Санкции Я не знаю О чем еще Там Думает И он Заботится О своей Стране Но ты Ж Президент Нашей Страны Ты Обязан Сделать Все Чтобы Остановить Это Президент Продал Президент Ну Смотрите Наташа Я уже Под Санкциями Мне Терять Нечего В любом Случае Поэтому Я говорю То что Я считаю Нужным По одной Простой Причине Ну а Я хочу Чтобы Люди Знали Правду Чтобы Люди Сохраняли Свои Жизни Они Отдавали Самое Важное Что у Них Есть Ради Чего Чтобы Что Чтобы Зеленский Еще Одну Яхту Купил Вы Понимаете Ужас Заключается В том Что В современном Мире Где Современные Технологии Вот У каждого В зубах По гаджету Разводят Информационные Потоки Просто На Разные Полюса То есть Те люди Которые Слушают И верят Зеленскому Рукоплещут Ему Считают Его Лучшим Президентом Собираются До самой Победы Победоньки Победоносной Вообще Воевать Бросать Чужие Жизни В топку Этого Кровавого Круговорота Они же Не слушают Меня И вас То есть Они Во-первых Не слушают Потому что Мы говорим На русском Языке Слушают Просто Может Еще Пока Говорят Что Дурочки Но Где-то Женой В памяти Оседает Но Смотрите Я Крайне Редко Ошибаюсь Когда я Говорила Что Будет Война Она Началась А я Еще Верю А вот Если бы Была бы Такая Возможность Она у нас Есть Обратиться К украинцам И другим Украинцам И вот тем Вот Которых Оболванили Обманули Украинцам Что Что Сказали Я Вообще Могу Сказать Ко Всем Русскоговорящим Кто Вообще Меня Понимает Славянским Народом К Сожалению Народы И элиты Сейчас Находятся В Непримиримой Войне И борьбе По отношению Друг к другу Элиты Хотят Сохраниться В любой Стране Мира И Сохранить Своё Превосходство Над народами Накопить Ресурс И Остаться На этой Планете Земля А народы В данном Случае Они готовы Бросить В топку Бросить В жертву Уничтожать Оптом И в рознице Так вот Я Как глаз Народа И как Представитель Любого Народа Зная Прекрасно Власть Какая Она есть Потому что Всех этих Людей Я знаю Лично Да Они есть Кровь от крови Плоть от плоти Но это Определённая Фракция Крови И плоти Вот именно Гнилая Та, которая Специальным Образом Отбирается Определёнными Людьми Чтобы можно Было Вот этими Психопатами Управлять Своих Собственных Целях Так вот Я обращаюсь К здоровым Нормальным Людям Запомните Люди Все На этой Планете Война Идёт Между Добром И злом Между Идут дьяволом И богом И невозможно Сейчас Идти Между Каждый Должен Определиться Он либо Идёт С дьяволом Либо Идёт С богом Тех Кто выбирает Бога Меньше Потому Потому что Людей Которые В него Верят Веруют И вообще Способны Осознать Его Всегда Было И есть Меньше А все Те Которые Идут С дьяволом Кто верит В телевизор Телевизору Средства Массовой Информации Кто Следит Как говорится За каждым Шагом Игом Пуком Им Кажется Каждое Мгновение Что они Найдут Какие-то Зёрна Истины В этих Тоннах Сливного Бачка Которые Наполняются Просто Каждое Утро Разными Фекалиями Вот Всех Тех Людей Которые Идут За Этой Морковкой Что Вот Сейчас Скоро Скоро Бегом Бегом Вот Скоро Вот Только Мы Закончим Войну И тут же Начнем Процветать Вот Только Мы Придем К Власти И тут же Начнем Сажать Веста Приде Сажать Будем Да Мы Сейчас Дороги Такие Построим Что Вообще Таких Дорог Нигде Не Было Да Мы Сейчас Такую Войну Устроим Что Такой Войны Никогда Не Было Да Мы Сейчас Победим Такой Победы Никогда Не Было А Вот Когда Мы Победим После Этого Мы Такую Страну Построим Какой Ещё Никогда Не вот эти химеры и забывают, что у них была страна, в которой они были защищены, бесплатное образование, бесплатная медицина, дети ходили под мирным небом, по мирным улицам, существовал закон, порядок, бандиты сидели в тюрьме, а не в Верховной Раде. Старики были уважаемы, а дети были защищены. Вот они все это потеряли собственными, как говорится, стараниями и усилиями. От добра добра не ищут. И, в принципе, когда люди говорят, да мы же уже не можем туда вернуться. Знаете, когда машина приехала в болото и начала там буксовать, и уже начинают захлебываться первые, кто попал в эту воду, в принципе, вперед не прут. Пытаются назад, понимаете, вернуться к здравому смыслу. И все, кто остались, сесть вот так вот на берегу, потеряв вообще там золото, бриллианты, родственников, машину и коня, сесть вообще вот так вот, как это, обогреться возле костра, если кто-то умелый может костер высекать из камня. И подумать, что это было. Но нам до этой части истории еще далеко, Наташа, к сожалению. Я не хочу, знаете, на пессимистической ноте заканчивать наше интервью. Все все равно в этот Гогу. Ну, знаете, я вам хочу сказать, каждому поверье воздастся. Поэтому ко всем украинцам, неукраинцам, грузинам, армянам, азербайджанцам, русским, казахам и прочим, хочу сказать, что если ты человек, то ты человек на любом языке, в любом пространстве, с любыми людьми и при любых обстоятельствах. Если ты тварь, то сколько волка ни ко мне, он все равно в лес смотрит, понимаете? Поэтому нужно верить в себя, защищать своих собственных детей и, знаете, доставать из глубины своего сознания и своего прошлого все самые лучшие воспоминания и хранить их как настоящее сокровище. Потому что может так случиться, что когда мы придем к вот этой вот зоне, когда мы уже обогревшись у костра, сядем все вместе и скажем, а что делать будем, понимаете? Может быть, в этой компании найдутся вот умельцы, которые могут и дом построить, и ребенка научить, и буквы писать, понимаете? И книжки снова создавать. То есть, судя по всему, нам нужно будет начать заново. Так я думаю. Субтитры сделал DimaTorzok